У меня сегодня болтологическая лекция. Я надеюсь, вы будете присоединяться к процессу, потому что одному это все болтать суперскучно. Что, как дела? Ждем проверки домашних заданий. Ждите, ждите. Я примерно только треть проверил, потому что вас, правда, много. Радует, что многие сделали. Ну, пять дней точно будет. Скажем, если взять вот это воскресенье, то давайте, типа, если я постараюсь успеть, по крайней мере у меня так записано, что до воскресенья я это все исправляю. В воскресенье я вам высылаю фидбэки каждому там, что, где, как. Их можно будет обсудить. И пять дней на исправление. И с пятницы я на следующий начну проверять снова. Все. Уже финал. Фидбэк будет либо в Телеграме, если я смогу вас найти, либо если не смогу в Телеграме найти через следствие Гитхаба как-нибудь свяжусь. Я, кстати, в комментах в таблице писал еще иногда. Ну, да, либо в комментах в таблице. Ну, в общем, способ оставить фидбэк я найду и напишу об этом. Ясно. Ну что, давай начинать тогда. Ох, анали. Опачки, Серега, чекни стримчанский тогда. Че? У нас с вами сегодня рассказ про BI, метрики, АБ-тесты и бандиты. Это самое, с одной стороны, спорное, а с другой стороны, с моей точки зрения, полезная лекция из тех, что я читаю, по крайней мере. Потому что... В чем, короче, суть истории? Суть истории в том, что вы не всегда выполняете роль только дата-сайентиста. Часто у вас есть куча всяких интересных и веселых задач вокруг, и эти самые интересные и веселые задачи вокруг, как часто показывает практика, имеют больший импакт на финальный результат вашего продукта, чем непосредственно там модель данной туда-сюда гонять. Некоторое количество поинтов. Есть такое модное слово – data-driven. Слово очень модное, все его крайне используют, и никто толком не знает, что это обозначает. Я тоже не знаю. Но на самом деле data-driven – это идея о том, что вы строите свой продукт и принимаете свои решения на основе данных о ваших пользователях и их поведении внутри вашего продукта. Можно сказать, что data-driven стартап – это не всегда хороший стартап. Видео – они очень хорошие продукты, прекрасно обложенные данными. Я могу сказать даже и обратную вещь. Зачастую вы можете построить хороший продукт абсолютно несмотря на данные и следуя вашей чудесной продуктовой интуиции. Это тоже вполне вероятный кейс. Но практика показывает, что data-driven, вероятность того, что вы выстрелите, а не сдохнете по пути к раунду, она чуть-чуть увеличивает. Ну, на самом деле, не чуть-чуть, а значительная. Без всего этого data-driven есть две вещи по одной и по другую сторону от data-driven. По одной сторону у вас есть усталость от данных. Ну, то есть, если вы просто бездумно коллектите данные, скидываете их в Data Lake и не совсем точно представляете, а что в них надо искать, то лучше бы их вообще не коллектили. А так зря лишний раз там Амазону деньги платите. Вот. С другой стороны, не имея абсолютно никаких данных, вы на самом деле не то чтобы имеете какое-то направление для развития вашего проекта. Все-таки современные продукты – это больше про развитие, нежели про то, что вот он существует, мы зарабатываем деньги и мейнтейнем. Мне кажется, что уже не очень много в мире осталось продуктов, которые просто существуют на мейнтейненсе и стабильно приносят деньги. Как минимум потому, что если вы просто существуете на мейнтейнсе и думаете, что вы стабильно приносите деньги, это просто вопрос времени, когда какой-нибудь конкурент повторит все ваши фичи, сделает пачку новых и отожрет у вас рынок. Вот. Собственно, как выглядит легкая ремарка, большая часть этой лекции построена на книжке Lean Analytics How to Build Startup Faster. Книжка хорошая, книжка чудесная, устроитесь, если вдруг на работу в продуктовую компанию, обязательно прочитайте где-нибудь по вечерочкам, чудесное чтиво, очень поможет в жизни. При этом к ней есть куча вопросов, а сочетать ее надо с большим-большим прищуром. Вот. Собственно, какой есть цикл развития стартапа? Предполагается, что у вас есть какая-то гипотеза там. Наши пользователи хотят смотреть короткие видео. Вот. Короткие видео им понравятся, мы должны принести им короткие видео в наш продукт, и все резко полетит. После этого вы собираете какой-то минимум valuable product. Это какая-то фигня, сделанная на коленке, которая позволяет вам подтвердить вашу гипотезу. То есть, если вы хотите сказать, что если вы, предположим, предполагаете, что если мы используем нейросетки для агрегации наших векторов подтекстовой истории в единый вектор нашего пользователя, это тоже вполне себе хорошая гипотеза о том, что там нейросетка с attention работает намного лучше, чем счетчики, чем складывать с весами пропорциональное количество взаимодействия. Да? Вот есть у вас такая гипотеза. Вот последнее, что вам надо делать после того, как вы решили, что эту гипотезу необходимо тащить в жизнь, это заказывать фермы нейросеток для того, чтобы инферить всю эту историю на лету и начинать строить безумных динозавров. На самом деле, все, что вам нужно, это отправиться пресерчить, собрать эту нейросетку на пайторче и напильнике, быстренько проинферить векторов для небольшого количества пользователей и отгрузить их в продакшен. Это будет ваш МВП. Вы можете инферить их один раз. Никаких автоапдейтов, ничего, не наплевать. А что такое инферить, я забыл? Инференц – это наш локальный сленг. Мы инференцем называем application, то есть применение модели. Непосредственно, вычет того, на что она обучена. И раз уж мы прервались, что такое data lake? Data lake обычно называют какой-нибудь storage, в котором лежат ваши данные. Например, какой-нибудь Amazon S3 или Hadoop или Azure, в который вы просто сливаете все, что у вас есть. Ну и из которого, естественно, вы можете читать. Обычно вот то место, откуда данные тягают всякие аналитики и дата-сайентисты, оно несколько отделено от тех самых баз данных, в которых ваши продакшен-сервисы ходят. Потому что у них, во-первых, есть несколько разных требований к устойчивости, стабильности и, собственно, времени ответа. Грубо говоря, аналитик подождет лишние 10 секунд, но ему лучше, чтобы все просчиталось. А с точки зрения пользователя, наверное, лучше ответить быстро, но при этом, может быть, не позволять настолько же сложные операции. Что такое нейросетка? А это вы узнаете в следующих лекциях. Пока что предположим, что это какой-то сложный алгоритм, который вот как-то хитро агрегирует вектора. Окей. Будем считать, что это какой-то сложный динозавр. А вот вы решили, что этот динозавр сильно вас улучшит. Вместо того, чтобы заказывать фермы с GPU-шками и начинать конкурировать за цены на видеокарты с майнерами, можете просто сделать всю эту историю на том, что у вас есть. Пускай она у вас обучается 4 дня, а то, что вскоре должно превратиться в рантайм-инференс, занимает 2 дня. Нормально. Нормально. Просто катим эксперимент, ребята. Ради этого мы это делаем. После того, как вы раскатали эксперимент, вы каким-то образом принимаете решение о том, привело это к ожидаемым результатам или не привело. И после того, как вы принимаете решение, вы берете ваш МВП и дальше уже начинается веселье. Вы начинаете оптимизировать вашу нейросетку. Вы начинаете заказывать фермы с CPU, с GPU-шками. Вы начинаете строить очереди, которые асинхронно для каждого пользователя делают инференс этих векторов. В общем, начинаете заниматься нормальной разработкой с инфраструктурами и так далее. Ну и после того, как вы все это дело завершили, заново меряете свой рост. Предполагается, что после того, как вы пофиксили МВП, там еще что-нибудь хорошее должно получиться. Вот. Открываете шампанское, пьете его, на следующей неделе просыпаетесь и заново гидерируете гипотезу. Вот. Такой замкнутый круг, в котором по-хорошему должна работать, как и каждая продуктовая команда. Внимание, вопрос. В какой точке этого чудесного круга встречаются проблемы в реальной жизни? Гипотеза. Ну, с запой-то всегда можно уйти. Ну, типа, у нас как-то локально все поработало, а мы там выпустили, а у юзеров ничего не работает, не знаю. Что-то такое. А я помню слайд с самой первой лекции, то, что пока у нас нету даты, нужно самые примитивные алгоритмы применять, а когда продукт разрастется, нужно звать дата-сайентистов, когда уже будет много даты, и тогда они будут делать хорошо. Ну, во-первых, эта история работает не только с дата-сайенсом, но точно так же вы можете кнопки красить, во-первых, или там что-нибудь еще в своем продукте менять, новые механики добавлять, изменять систему монетизации, переходить там с подписочной модели на фри-ту-плей и обратно, вот все что угодно. Второй момент, ну, это, а также это работает и там для больших страшных продуктов, стали образы большой истории и огромные бигдаты во все края. Ну, на самом деле, вы перечислили все четыре пойнта, и на самом деле вы правы. Проблемы возникают везде. Во-первых, очень часто гипотезы генерируются и принимаются, и уходят в разработку, исходя из какой-то собственной интуиции, хотя на самом деле, глядя в данные, часто эти гипотезы можно так или иначе подтвердить. Так, скажем, если у вас есть гипотеза, что вашим пользователям очень хорошо заходят короткие видео, ну, в мире существует сервис с короткими видео, с которыми, скорее всего, очень часто перезаливаются на ваш конкретный видеохостинг, вы вполне можете посмотреть, сколько лайков набирают эти видео с весьма понятным логотипом справа снизу по сравнению с другими видео на вашем видеохостинге, да? Если вы предполагаете, что у вас там подписочная модель принесет вам больше денег, чем фри-ту-плей модель, или вы вполне можете там проделать некоторые вполне известные упражнения продактов, там, пособирать интервью, глубокие каздевы, опросики повыкатывать, ну, в общем, вот этим всем позаниматься. Тоже вполне себе неплохой способ, прежде чем стартовать весь этот цикл, кое-как подтвердить вашу гипотезу. МВП обычно делают так, что он просто П, без М и без В. Здесь я немножечко выключаю ту часть меня, которая отвечает за программирование машины обучения, инфраструктуру и системы МЛ, и включаю ту, которая отвечает за развитие продукта. Вот программистам им только волю дать, чтобы архитектуру погородить. Поэтому, когда вы им говорите, пацаны катим вектора, они уже там где-то потихонечку начинают фермы делать и нейросетки у майнеров перекупать. То есть, грубо говоря, очень часто, когда приходит какое-то решение, ребята огородят вот такенную архитектуру для того, чтобы запустить продукт. С одной стороны, вы тратите много денег, с другой стороны, вы тратите много времени. И с третьей стороны... Что-то меня мучает. А, ладно. Какие-то шобы упали. Какая разница. И с третьей стороны, вы еще при этом оставляете вот такенное легоси, которое потом будет существовать по вашему проекту и отзываться более в разных местах. Поэтому KIP, M, V, P, M и V, а не просто P. Решения очень часто принимаются плохо. Они принимаются невзвешенно, они часто смещены. Очень часто инициатор этой гипотезы продолжает отстаивать ее до последнего. Не раз и не два я слышал словосочетание. Ой, ну и какое дело, что пользователям фича не понравилось. Мы же ее так долго делали, давайте включать. Прекрасно понимаю, ни капли не подтверждаю. Ну и самый последний пункт. Очень часто вот этой части просто не существует. Ну то есть вы выкатываете MFP, менеджер видит прирост и сразу же открывается шампанское. Никто не правит ваш минимум valuable product, никто не разносит его по трем дата-центрам, не обкладывает его full tolerance, не делает никакие алерты по падениях и так далее. А потом через полгода ваши метрики начинают падать и оказывается, что ваша хваленая нейросетка крутилась на одной питоновской тачке, которую какой-то админ забыл и погасил. А у вас даже не было алертов. Вот. Комментарии? А что такое алерты? Ну, у тебя, короче, когда что-нибудь падает или что-нибудь идет не так, ты, во-первых, графики на это дело делаешь, да, чтобы ты мог открыть какой-нибудь дешборд, смотреть на графики, как они себя ведут. А во-вторых, когда эти графики начинают выбиваться из какого-то допустимого предела, ты обычно делаешь автоматическую систему, которая тебе там смски шлет, в чатике пишет. Да, я знаком, оказывается, с таким, а дешборд это что такое? Дешбордами обычно называются всякие системы, которые выводят эти графики, собирают их вместе, отвечают за то, чтобы они красиво рисовались и так далее. Графан... А в чем проблема оставить фичу? Что? А в чем проблема оставить фичу? Ну, часто фичают. Ну, как бы, количество кодов в проекте прямо пропорционально стоимости его поддержки, начнем с простого. Если фича не приносит никаких результатов положительных, то вполне не имеет никакого смысла ее вообще держать в кодовой базе. Не имеет смысла платить там электричество за сервера, зарплаты инженерам ненужные и так далее. А в случае, а иногда часто эта фича может и там, типа, отрицательный эффект принести в какой-то. Вот. А если у вас плохая система к decision-making, вы либо его игнорируете, либо вообще не замечаете. Еще что-нибудь? Окей. Двинули дальше. Там интересно. Вот. Ладно. Теперь давайте ответим на чуть более интересный вопрос. А зачем вообще вас это должно парить? Казалось бы, вы дата-сайентисты, у вас все хорошо, вы там модельки собираете, впрод катите и так далее. Ну, в общем-то, на реальных проектах очень мало и очень редко где вы работаете чистым дата-сайентистом, который чисто вот модельки в Юпитер ноутбуках обучает. Чаще всего вы работаете как бы специалистом достаточно широкого профиля, за ответственность которого, по крайней мере, я не знаю, вот у нас так принято точно, специалистом широкого профиля, который и прототипы собирает, и в рантайм выкатывает, и за результатами отслеживает. Ну, а во-вторых, есть чуть более корыстная цель. Чаще всего в компаниях существуют системы бонусов. Системы бонусов и премий завязаны на КПА, и КПА завязаны на успехе продукта. Чем лучше растет ваш продукт, тем больше у вас бонусы. Ну, и на самом деле, значительная часть работы продуктового дата-сайентиста, буду называть это так, это не про то, что вы сидите, пейперы читаете, нейросетки усложняете или деревья более хитрые делаете, а про то, что вы находите какие-то точки неоптимальности в существующем продукте, и их исправляете. Можно с помощью машинного обучения, лучше не надо. Вот. Для того, чтобы принимать какие-то решения и не умирать, существуют разные варианты. В том числе, в книжке Lean Analytics они предлагают большое количество разных канвасов. Они же схемы, они же таблицы, они же штуки, которые структурируют ваш продукт. Что это за чертовщина и нафига она нужна? Во-первых, эта штука позволяет вам отвечать на вопрос, что происходит. Вы такие сделали этот канвас, посмотрели на него, и такие, кажется, я понимаю, что происходит. Да, там, все хорошо, полет нормально, или наоборот, все плохо, мы умираем. Вторая штука позволяет вам отвечать на вопрос, куда нам двигаться дальше. Да, то есть, куда нам развивать наш продукт, на чем нам дальше работать, в какую сторону гипотезы генерировать, куда воевать. В-третьих, вот эта вот схема жизненная, она отвечает на то, как вообще принимать решения. Да, что для нас важно, а что для нас не важно. Собственно, что мы пытаемся поднять, а на что мы можем, в принципе, игнорировать, а что нам очень важно не уронить. Вот. Обычно канвас – это система, которая, с одной стороны, показывает, в какой точке развития находится ваш продукт, а с другой стороны, она показывает на то, на какие метрики в данный момент имеет смысл смотреть. В данном случае метрики – это вот некоторые агрегированные данные, которые очень хорошо выглядят в виде TimeCS, где по оси Х у вас время в секундах с 1 января 1970 года, а по оси У какое-то число. Вот. Давайте посмотрим, что такое канвас. В той же самой Lean Analytics, мне кажется, что будет упомянутой, предлагается огромное количество вариантов этих самых канвасов. Я выбрал наименее маркетинговый из них, как вы видите, он все равно состоит из красивой аббревиатуры. Вот. Эта красивая аббревиатура состоит из пяти слов, два из которых начинаются на букву А, три из которых на букву R. Acquisition – привлечение пользователей. Где набрать аудиторию, как ее заманить в продукт. В зависимости от стадии развития вашего продукта и в зависимости от того, как он вообще себя чувствует в этой жизни, это может быть более или менее актуально. Activation – как хорошо ваши пользователи вообще в ваш продукт лендятся. Регистрируются ли они? Проводят ли они там какое-то время после того, как заходят по рекламной кампании? Привязывают ли они свою карту и покупают ли они подписку? Или наоборот? Нет, не привязывают, нет, не покупают. Если у вас продукт B2B, то это скорее вопрос на то, как хорошо ваши продажники продают ваши продукты. Retention. Святая корова стартаперов, очень популярная, самое популярное слово 2017 года на Medium и так далее. Как ваши пользователи возвращаются в ваш продукт? Ну, то есть, грубо говоря, вся эта юнит-экономика обычно построена таким образом, что ваш пользователь приходит, покупает подписку и примерно за год, или за полгода, или за три месяца, в зависимости от того, как вы там юнит-экономику и компании подкрутили, ваш пользователь приносит вам денег больше, чем вы потратили на его привлечение. Если у вас это случается, вы молодец, бизнес растет, все хорошо. Если у вас этого не случается, ну, не повезло вам, ребят. Собственно, retention – это ключевая штука для того, чтобы пользователь окупался. Если пользователь в ваш сервис залипает и возвращается туда каждый день и проводит там много времени, все хорошо, если ваша модель основана на этом. Если ваш пользователь, наоборот, через пару недель забывает про ваш сервис, удаляет его с мобилки, ну, скорее всего, профукали деньги зря. Ревеню. Сколько вы с него зарабатываете? Вот, как бы, очень сильно зависит от вашей модели. Если у вас B2B, то это все к вопросу выстраивания прайсинга и методов взаимодействия с покупателями. Если у вас B2C, то зависит от вашей финансовой модели. Если вы медиасайт, то вы зарабатываете на рекламе. Да, вам интересно привлекать аудиторию, еще желательно так, чтобы эта аудитория была из высокооплачиваемых сегментов и так далее. Если вы, я не знаю, наоборот, занимаетесь продажей рекламы, ну, вам нужно, чтобы ваши баннеры висели как на можно большем количестве сайтов. Сайты были популярные, к вам приходили люди, и вы, как бы, места на сайтах покупали задешево, рекламу на них продавали задорого. Вот там схема жизни какого-нибудь РТБ-трафика. И последний по порядку, но не по значению, ну, и, в принципе, замыкающий весь этот жизненный цикл, как бы, с одной стороны, пользователя вашего приложения, это рефералочка. Насколько хорошо ваши пользователи промоутируют ваш самый продукт? Как вы можете заметить, последний, там, лет пять назад случился бум рефералочек, и если раньше вы просто заказывали пиццу, и курьер кидал вам ее под ноги, то сейчас при входе в приложение вам промо-код друга, позови ему промо-код, а если он еще позовет трех друзей, то мы проценты от их промо-кодов тоже тебе перечислим. Вот, это самая рефералка. Где вообще все это надо? Во-первых, эта штука прикольно отвечает на вопрос, куда двигаться дальше. Ну, то есть, вы можете, там, например, улучшать свой продукт, исходя из того, какая из частей у вас провисает. Если у вас чудесный ретеншн-ревень и рефералочка с активацией, но мало трафика, идите, нагоняйте трафик. Если у вас хорошо работают рекламные компании, люди остаются в приложении, но для того, чтобы зарегистрироваться в вашем приложении, нужно отправить 15 фотографий с разных частей комнаты, ну, наверное, у вас какие-то проблемы. Вот. Чего эта штука позволяет отвечать на вопрос, вот, запустили вы новую фичу, прилетел вам результат вашего эксперимента, у вас там что-то куда-то прокрасилось, какие-то метрики вверх, какие-то метрики вниз, как вообще это интерпретировать? Ну, собственно, здесь это тоже позволяет частично ответить на этот вопрос. Если вы улучшали ретеншн, ретеншн у вас хорош, все плохо, все остальное хорошее, значит, вы смотрите на ретеншн. Если вы, наоборот, увеличивали ревенью, ну, смотрите на ревень. Конкретно эта штука не то, чтобы сильно отвечает на вопросы, как конкретно нам двигаться дальше и даже куда конкретно, в каком порядке. То есть, она не совсем вам отвечает на вопросы, ну, иди работай вот конкретно над этим экраном, над этой фичой и так далее. Но с другой стороны, никто не отвечает на эти вопросы. На эти вопросы должны уметь отвечать там всякие фаундеры продуктов, менеджеры, продакты и так далее. Вторая проблема в том, что эта штука слегонца так бизнес-ту-клайд ориентирована. Я, конечно, небольшой специалист в бизнес-ту-бизнес-историях, но кажется мне, что в B2B этот цикл выглядит немножко по-другому, и там удельное значение каждых из этих частей тоже сильно меняется. Например, ну, не знаю, не то, чтобы я сильно верю в реферальную часть во многих B2B-компаниях. Вот. Понятно примерно, что это, зачем и куда. Ну, тогда давайте посмотрим чуть-чуть в подробностях. В подробностях. Привлечение пользователей. А блин, о чем эта штука? Эта штука отвечает на вопрос, как конкретно ваши пользователи о вас узнают. Чем на это можно влиять? Ну, можно SEO позаниматься, вы в поисковиках подвинетесь. Можно позаниматься каким-то специфичным маркетингом, видимо, не помню, что значит это аббревиум. Ну, да, наверное, сайт efficiency marketing. Можно позаниматься каким-нибудь маркетингом там же в поисковиках, рекламки посокупать. Можно виджеты нафигачить, можно e-mail поотсылать, можно с PR-отделом поработать, повыпускать пресс-релизы, занести деньги к лентачу, вот это вот все. Можно позапускать рекламные компании, вот самые кондовые Яндекс.Метрики или в чем это принято делать. Можно блог ввести, можно деньги на инфлюенсеров спустить. В общем, вариантов очень много. Чего это надо? Нам нужно, во-первых, внимание погенерировать, во-вторых, трафик. Вот. Ну, собственно, обычно одно за другим как раз следует. Хороший новостной повод приносит вам столько же пользователей, сколько и закупленная реклама. Чего надо смотреть? Надо смотреть вообще на объем трафика, который к вам поступает. Можно трекать упоминания в СМИ. Можно смотреть на стоимость пер-клик, да, сколько вам стоит клик пользователя по баннеру или там доход его через 100 до приложения. Можно посматривать на то, как часто вы появляетесь в поисковых выдачах по определенным ключевым словам. Можно в целом глобально считать стоимость привлечения пользователя, ну и, естественно, отстреливать всякие конверсии по баннерам. Вот. Собственно, прям такая часть. Активация. Подписываются, регистрируются ли ваши пользователи. Что можно делать? Можно приложение фичерить, можно дизайн, можно тон изменять, можно работать над механикой оптимизации воронки регистрации. Чем сложнее ваша регистрация, тем больше пользователей на ней отваливается. Чем легче ваша регистрация, тем меньше пользователей на ней отваливается. В идеале ваш пользователь приходит в приложение и видит одну большую фотку. Одну большую кнопку зарегистрироваться. Можно без кнопки просто зарегистрироваться. Или вторую кнопку заплатить. Желательно, чтобы перед кнопкой заплатить было нарисовано что-то, что заставит его на эту кнопку нажать. Вот. Собственно, баланс между тем, рисовать между размером кнопки зарегистрироваться зарегистрироваться и там, какая красивая картинка про ваше приложение над этой кнопкой нарисована, и что происходит после нажатия на кнопку зарегистрироваться, это эффективность вашего процесса активации. Что можно мерить? Можно мерить вовлеченность новых пользователей. Да, типа, сколько. Можно мерить регистрацию. Если у вас есть процесс анбординга, обычно вы приходите куда-нибудь в условную Яндекс.Музыку или Spotify, и он у вас начинает спрашивать, а какие жанры ты любишь, а какие группы, а альбомы какие, а год музыки, какой тебе нравится, а язык. Вот, собственно, если процент пользователей, которые прошли всю эту историю, тоже можно мерить, полезная штука. И количество пользователей, которые использовали сервис хотя бы один раз. Примерно вот такие штуки можно рассматривать для процесса активации. Вопросы? Все понятно. Отлично. Retention. Возвращаются ли ваши пользователи? Что можно делать? Ну, во-первых, можно приложение нормальное сделать. Помимо этого, можно нотификации всякие отсылать, пуши, алерты, напоминалки, апдейты вашего приложения делать с листами, собирать у них всякие e-mail, а еще одно время были очень популярны игровые механики. Механики геймификации. Можете ачивочки в приложении нарисовать, и люди очень любят ачивочки, все время будут за ними гоняться. Вообще ачивки, святая вещь. Зачем это надо? Чтобы пользователи приходили в зад. Что меряем? Меряем вовлечение, меряем время, которое проходит с последнего визита, меряем daily active users, monthly active users, количество активных пользователей, дневное, месячное, а также их отношения. Понятно, что если у вас отношение DAO к MAO большое, типа близко к единице, значит, все, кто у вас заходит в течение месяца, пользуются приложением каждый день. Маленькое – не делает, не делает. Ну и любимая метрика всех growth-хакеров, специалистов по хакингу роста приложения – это retention. Что такое retention? Это то, как часто ваши пользователи возвращаются, какой процент ваших пользователей после регистрации вернется на следующий день, retention первого дня, через неделю, retention седьмого, через месяц, retention с пятого дня. Почему 1,730? Ну, не знаю, красивые чишки. Можно мерить любой, но вот принято мерить 1,730. 1 показывает, что ваше приложение не отвращает пользователя, 7 показывает, что они немножко зацепили, 30 показывает, какая там вообще выживаемость. Обычно во многих бизнесах, где есть модель запуска большого количества разных проектов, даже по индустрии известны эти цифры. Например, я слышал, что ребята, которые работают аналитиками во всяких мобильных играх, они вот знают, какими должны быть числа 1,730. Если у вас на старте этих чисел нету, то можете, в принципе, закрывать игру, она никогда не сойдется. И наоборот, если у вас эти цифры правильные, можете вбухивать туда миллионы. Вот. А какими назначения, не знаете? Не, ну это можно погуглить. Мне кажется, я это где-то гуглил. Ну, не знаю, обычно ретеншины там 7-30 дня, особенно если у вас какая-нибудь типа игровое приложение, там 10-20% это неплохо. Но опять, это я сейчас с потолка взял, возможно, я крайне неправ. Если среди слушателей лекции или зрителей стрима есть игровые аналитики, пишите, исправляйте, будет круто. Ревеню. Бабки-бабки-бабоньки. Че, как? Вообще, способ заработка денег очень сильно зависит от вашей финансовой модели, от финансовой модели вашего приложения. В зависимости от того, какая у вас финансовая модель, инструменты у вас также крайне разнятся. Обычно вот люди, которые этот бизнес делали, они все это знают. Скажем, если у вас какое-нибудь приложение по покупке заказа, по покупке чего-нибудь и доставке этого чего-нибудь в ваш дом, то, скорее всего, это все просто как бы непосредственные финансовые транзакции, которые у вас разного проводятся. Если это какие-нибудь игры, там можно выпускать платные обновления, DLC, лутбоксы. Я думаю, вы и без меня знаете, как игры монетизируются. Если у вас какой-нибудь суровый B2B, можете играться с прайсингом. Говорить, а давай ты купишь не один этот продукт, а давай ты купишь подписку на год. У тебя вот в месяц ты будешь платить 10 долларов, а за год 110 долларов. Да, целых 10 долларов на год сэкономишь. Правда, прикол в том, что себестоимость вот этой услуги у вас равна нулю, и поэтому и в среднем пользователи отваливаются через полгода. А так вы человека на лишние 50 долларов разбили. Приятно? Приятно. Еще любят добавлять всякие механики подписок. Механика подписок святой грааль. В основном потому, что люди забывают их отменять. А еще подписки считать удобно. Считайте среднюю длину подписки, считайте количество долларов в месяц, умножайте одно на другое, да на количество пользователей, и получайте там сходимость экономики. Если же это какие-то разовые покупки, это куда более непредсказуемая штука. Что меряют? Меряют average revenue per user. Сколько денег в среднем приносит пользователь в вашем приложении? Меряют конверсии. Конверсии из человека, купившего товар, человека, из человека, пришедшего в приложение, ставшего платным подписчиком. Часто в приложениях существуют платные-бесплатные версии перехода с одной на другую. Если у вас с e-com, там вообще целая наука с отдельными метриками, всякие средние чеки, размеры корзины и так далее, и так далее, и так далее. Еще часто, а еще хорошо понимать click through revenue. То есть отношение average revenue per user к тому, сколько вам стоило привлечение этого пользователя. Если это отношение денег на привлечение больше единицы, то у вас все хорошо, то у вас все нормально. Если оно меньше единицы, то у вас все плохо. Так, например, где-то я слышал интересную мысль о том, что... Знаете ли вы историю про Apple и Epic Games Store? Конечно. Ладно, кто не знает историю про Apple и Epic Games Store? Есть такие оздоровители игровой индустрии Epic Games Store, которые, собственно, держат компанию Epic Games, которая придумала Fortnite, и деньги на Fortnite зарабатывают. Много-много. Они в Apple взяли и выкатили в своем приложении альтернативные способы плат. Зачем они это сделали? Затем, что Apple 30% берет, а так не берет. Apple их за это очень сильно наказала. Сказала, ой, уходите-ка вы с айфонов. Моя лавочка, я закрываю. В ответ на что Epic Games стали ныть, скулить и подавать в суды насчет того, что вот Apple, значит, плохие люди, Apple плохо себя ведет, не дает открывать свои магазинчики в своей же ей уже сделанном айфоне. Причем, by the way, есть известный трюк, что на самом деле можно действовать по-другому. На самом деле ты можешь, когда пользователь у тебя в приложении покупает что-то, например, подписку, ты ему можешь просто в тот же момент написать письмо, что чувак, а еще ты можешь зайти через веб и оформить подписку со своей карты, и она тебе будет там дешевле или со скидкой. Ну, потому что, собственно, у вас появляется вот это вот, маржа в 30%, которую вы можете срезать. Вот. Но Apple, кстати, деньги не зря берет. Apple зато менеджит там все уплаты налогов, трансферы из разных стран и так далее. Вот. И, собственно, в момент, когда вся эта фигня разразилась, в том числе Epic Games Store в суде напирали на то, что маленькие разработчики не выживают с такими комиссиями, Apple сказала, хорошо, если вы зарабатываете до миллиона долларов в год, по-моему, миллион долларов в год, возможно, месяц, да, скорее всего, месяц. В общем, если ваш финансовый поток меньше определенной, достаточно большой суммы, то мы снижаем вашу комиссию с 30 до 10%. Ну, вследствие, чем сначала убрала все претензии по поводу маленьких разработчиков, которых сложно выживать в этом суровом мире, а с другой стороны она резко привела в движение огромное количество стартаперов, потому что, ну, вы понимаете, 20% это на самом деле огромный кусок бизнеса, в которой экономика с 30% комиссии не сходилась, а с 10% внезапно начала сходить. Вот. Такая смешная история. Были аналоги какие-то еще? Ну, типа, что Apple кому-то еще там разрешила, или они потом уже все забанили? По легендам, по легендам, Apple с Amazon у них какие-то там свои договоренности. Я правильно понял то, что все рады остались? То, что... Ну, как, Epic Games Store не рады. А, точно, они же ничего не выиграли. Но Apple в итоге поднялись, потому что у них больше приложений стало в Apple Store. Скорее всего, да. Пока что точной аналитики на эту тему нету, просто есть вот такой факт, который произошел пару месяцев назад, и все обрадовались. Но, как минимум, Apple показала... Ну, это очень крутой пиар-ход, как минимум. Типа, Apple такие как бы и огородик свой защитили, и при этом всех обрадовали. Ну, и учитывая, что, скорее всего, больше... Ну, если да, вспомнил все, что я рассказывал про 80-20, и про то, что у вас большую часть денег приносит меньшая часть пользователей, Apple, очевидным образом, зарабатывает деньги не на вашем приложении для медитации, в котором 10 пользователей, а на гигантах, на Амазонах, на Спотифаях и прочих чуваках. Кстати, схема с более дешевой внутренней валютой давно-давно обкатанная. Так что EGS скорее просто хотели побузить, нежели действительно им вот эти вот деньги были критически важны. Ну, и последняя точка – это реферальная система. Промоутируют ли пользователи ваш продукт? Что есть? Есть промоушен, есть реферальные системы, есть всякие аффилированные достижения, вот много всякого. В итоге, как я понимаю, раньше, мне кажется, несколько лет назад было очень большое количество разных трюков с пирамидальными схемами и так далее. Сейчас все сошлись на промокод тебе, промокод другу, отсылай друг к другу реферал. Зачем нужно для вералочки? Что можно смотреть? Во-первых, можно смотреть, как вообще пользователи этим пользуются, благо реферальные ссылочки еще и очень хорошо трекаются со всякими дата-аналитическими системами. Вы смотрите, сколько пользователей инвайта заслало, сколько пользователей этот инвайт приняло, какой виральный коэффициент инвайта и какой viral cycle lifetimes. Грубо говоря, в среднем, сколько человек, пришедший по приглашению, тратит времени в вашем приложении, прежде чем сам посылает дальше приглашение. пот. Чудесная история. Ладно, хорошо, я вам все это рассказал, а теперь вопрос, а что мы здесь смотрим? Ну, типа, придумывали бы гипотезу, сделали МВП, выкатили, выкатили на пользователей, чего-то, а чего смотрим-то? Лапки. Сколько мы заработали? Метрики. Метрики. Прекрасно. Какие? Ну, типа, отдельные там по лайкам, может, по решарам, что-нибудь такое. Еще раз. Вся вот эта доброта как раз для того, чтобы рассказывать, что, как и куда в вашем продукте надо развивать. Во-первых, наверное, было бы круто, если бы вы, если бы либо вы, либо, скорее всего, ваш руководитель определяли некоторое направление развития продукта на ближайшее время. Пацаны, растим ретеншн. Вторая ситуация. Каждая эта штука на самом деле определяется действительно сетом метрик. Это трафик, постперклик, показы в результатах, стоимость привлечения для аккьюзишн. Это всякие количества энгейджментов, регистрации для активейшн. Дау, мау, вау, ретеншн рейты для ретеншн, бабки для ревень, рефералы, и вот это вот все для реферальной системы. Вот. Однако, есть еще такая чудесная гипотеза о том, что когда вы делаете, ну смотри, когда вы делаете какое-то изменение, скорее всего, если это изменение значимое, то у вас поплывут все метрики. Очень много разных. Вы меняете схему монетизации. Состояние вашего продукта просто взрывается. Вот. Поэтому есть такая культурная штука, называется One Metrics and Matters. На каждый свой вот этот самый этап жизни приложения вы выбираете какую-то одну единственную метрику, которая удовлетворяет трем критериям. Во-первых, она отвечает на самый важный экзистенциальный вопрос существования вашего продукта, там, скажем, рост, удержание аудитории, зарабатывание денег. Эта штука является фокусом для всей компании, во всяких модных американских фирмах. Принято вообще выводить ее на большой монитор, и все на входе в офис это видят. И последний пункт, я имею не особо веру, она вдохновляет культуру экспериментирования. То есть, это метрика, на которую, как бы, ее, в принципе, реально подвинуть, поэтому вас тянет все время делать эксперименты, проверять, тестировать разные гипотезы, и вы все такие, ура, наша команда заработала 3% до 30 ретеншн в этом месяце, а наша 5%, мы круче, вот это вот все. Это еще проблема с этой штукой. А, и при этом она простая, я всем легко объяснить, она каждый день измеряемая, то есть, метрика доход за год, это плохая метрика для фокусировки целой компании, потому что доход за год вы узнаете в начале следующего финансового года. А вот, например, количество денег, которые пользователи оставили вчера, вы знаете сегодня, а завтра вы будете знать насчет сегодня. Эту метрику легко подвинуть, есть метрики, которые невозможно подвинуть, ну, то есть, вряд ли вы сможете вашими экспериментами подвинуть какие-нибудь глобальные метрики вашего продукта. Просто и легко. Обычно, там, большие, сложные метрики, они, как бы, складываются из очень маленьких шагов и заметны только на каком-нибудь год-году сравнений. Эту метрику достаточно легко сравнить. То есть, эта метрика выражается, во-первых, в каких-то очевидных вещах, а во-вторых, эта метрика, ее можно сравнивать день ко дню. И она достаточно фундаментальная, чтобы при этом описывать ваши процессы. То есть, оптимизация второго экрана после клика, вы, наверное, это можете и подвинуть, и сравнить вообще, но, как бы, не то, чтобы она очень сильно влияет на ваш продукт. А вот теперь вопрос. Какая проблема с этой чудесной метрикой, на которую вы должны смотреть во всех ваших экспериментах? А я вот уже минуты три хочу задать вопрос. Вот ты рассказал про пятибуквенную аббревиатуру, потому что там вот эти вот пять вещей очень важные. Много метрик, на которые стоит смотреть. И если мы выберем одну метрику, что-то мы улучшим, все остальное поплывет и будет на самом деле плохо. В реальном бизнесе обычно делаются констрейнты. Если у вас просто нормальная ситуация, и вы решили, что вы хотите работать над ретеншином, то констрейнт обычно в том, что мы поднимаем ретеншин, не сажая все остальное. Если у вас какая-то там проблема или, так скажем, пайват или ключевой, ну, не пайват, пайват – плохое слово. Если у вас какой-то ключевой сдвиг вашего бизнеса, например, вы решаете, что вы хотите с подписочной моделью вашей игры перейти на фри-то-плей, то вы можете ослаблять эти констрейнты. Ну, очевидно, что если вы переходите с одной модели на другую, вся ваша финансовая модель короче плывет. Ну, это сложно перейти с одного фундаментального способа зарабатывать денег на другой, не поплыв в процессе. Вот. Там можно ослабить эти констрейнты. Иногда мы говорим, что мы готовы там жертвовать, грубо говоря, процентом дружбы ради трех процентов рекламы, словно говоря, или наоборот. Вот. Ты ответил на вопрос? Да, ответил. Я так понял, что это просто та метрика, на которой мы сейчас фокусируемся. Условно, если мы возьмем вот те пять пунктов, про которые ты говорил, у нас условно есть один, который просел, и мы сейчас на нем фокусируемся. Да. Да. Или наоборот, у вас ничего не то, чтобы не просел, а просто из стратегического планирования становится понятно, что дальнейшее развитие вашего проекта лежит в retention. И вы такие, retention, все растим retention, молимся на retention. Но при этом retention как бы надо чем-то мерить. Вот вопрос, чем его мерить. Мерить ли его регистрациями или отношениями DAO к MAO или D30 retention rate там. Вот на этот вопрос вам нужно выбрать one metric that matters, которая easy, everyday measured, easy to move, easy to compare and fundamental. Ладно, давайте я отвечу на этот вопрос, ее не существует. я не знаю такой метрики, которая простая, измеримая, легко подвинуть, легко сравнивать, и она отвечает за весь ваш продукт. Все эти пункты противоречат друг другу. Ну, то есть, если эта метрика простая, фундаментальная, ежедневно измеряемая, то, скорее всего, ее невозможно подвинуть. retention это штука, которую крайне сложно подвинуть. Вот реально вам надо делать какие-то сумасшедшие скачки, сумасшедшие изменения, чтобы подвинуть retention вот за один эксперимент, особенно через МВП. Если у Яндекса, например, есть целая Олимпиада, можете посмотреть в их выступлениях и метапах, они метрики очень хитрым образом с помощью машинного обучения преобразуют, чтобы повысить чувствительность, чтобы, грубо говоря, вы могли видеть не 0,1% retention, а там 0,001, условно говоря, число случайное. Но, с другой стороны, если вы берете и начинаете смотреть не на retention, а какой-нибудь логарифм retention, который еще пару раз через нейросетку пропустили, ну, это как бы не easy. Вот. Ну, и вот такие штуки. Но не волнуйтесь. Потом я вам расскажу, как это пофиксить. Вот. Какой из вариантов можно пофиксить и какой, мне кажется, более подходящим. Но стоит понимать, что какая-то такая северная полярная звезда, относительно которой вы ориентируетесь, в вашем продуктовой деятельности существовать должна. Ладно. Продолжим дальше по процессу принятия решений. Вы знаете, что такое БТ-тест? Ну что, слышали? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть слышали. Я знаю на уровне... Идея простая. Говори. Идея простая. Просто на одно и то же делим и другое без. Смотрим изменения метрики. Хорошо. Меня сейчас чуть-чуть подлагали наушники, но кажется, основу я слышал. Делим аудиторию пополам, смотрим на изменения метрики. Так? Ну да. Хорошо. Ну, собственно, да. Возьмем какой-нибудь классический простой пример. Да, у нас есть рекламный баннер, он может быть красный, может быть зеленый. Надо узнать, что из них лучше. Ну что, берем пользователя делим их на две группы. Показываем одной группе дефолтный баннер красненький, другой группе новенький. Той, которой показываем дефолтный баннер, называем контрольный, той, которой показываем новенький баннер, называем тестовый. Ждем некоторое время. Меряем перформанс этих баннеров. Ну, как бы в случае с баннером все очевидно. Да, это отношение показов, кликов к показам, click-through rate. CTR. Сравниваем CTR-чики, выбираем лучший. Ну вот, собственно, в таком чудесном неформальном описании АБТСов заложена куча проблем. Вот здесь. Во-первых, какой баннер лучше? Что значит лучше? В случае с баннером это легко определить, в случае с изменением подписочной модели вашего сервиса это сложно определить. Надо разбить пользователей на две группы. Внимание, вопрос, как? Надо подождать немного. Сколько? Нужно померить перформанс. Что значит померить перформанс? Ну, ладно, померить перформанс примерно там же, где which one is better. То есть, мы начинаем с вами понимать, мы определяем какую-то метрику и смотрим на нее. Сравнить самый тонкий вопрос. А как сравнить? А еще и потом лучше выбрать. Ух! Давайте продолжим. Давайте начнем с самого тяжелого вопроса. на предыдущий я отвечу. А, ладно, давайте так. Как разделять пользователей на две группы? Рандомом. Почему? Ну, типа, нам здесь говоришь, там должны быть выборки репрезентативные. Да. Это хорошо. А почему рандом гарантирует нам репрезентативность выборок? Там случайность, нет корреляции. По-моему, вообще не гарантирует. А что там, центральная предельная теорема? Правильно? Да, именно. То есть, закон больших чисел сверху. В общем-то, да, идея в чем? Идея в том, что у вас, скорее всего, есть какие-то критерии ваших пользователей, которые как-то влияют на их поведение. Да, девочки более активные, чем мальчики. Молодая аудитория жмет деньги больше, чем более взрослая. Взрослая аудитория в интернете считается более платящей. Как бы, одних надо деньги в столовой экономить на новый танк, а другие просто первым деньги в столовую не дают и покупают новый танк. Вот. Возможно, это очень сильно влияет география. Зарплаты в Москве чуть-чуть повыше, чем в регионах. Собственно, ваши московские пользователи чуть более склонны на платеж, нежели пользователи из регионов. И так далее, и так далее, и так далее. Знаете, в чем проблема? Потому что вы абсолютно не знаете. Если бы вы прекрасно знали, какие вообще в мире существуют все возможные критерии ваших пользователей, как именно они влияют на перформанс ваших планеров, поверьте мне, вы бы не АБТ-сты катали, вы бы где-нибудь на яхте посреди океана рассекали. Вот. Поэтому лучше всего делить пользователей рандомом, надеясь на то, что, ну как надеясь, пользуясь центральной предельной теоремой и законом больших чисел, о том, что пользоваться законом больших чисел центральной предельной теоремы о том, что в случае случайного разбиения ваших пользователей на группы, пользуясь случайным разбиением ваших пользователей на группы, все эти признаки также будут распределены, также будут одинаково распределены, как в тестовой, так и в контрольной группе. Было у вас 60% женщин, 40% мужчин, также оно у вас будет в контрольной и в тестовой группе и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вот так вот. Я могу еще историю про Кока-Колу рассказать. Или почему вообще нужно делать АБ-тесты, а не устраивать опросы и прочую фигню. У меня два вопроса. Давай. Бывают ли случаи, когда делят нерандомом? Бывают. Что это за случай и как делят? Очень больно, сложно и нерандомом делят из многих разных показателей. Во-первых, в продвинутой теории АБ-тестирования есть такая вещь, как гетерогенность эффекта. Грубо говоря, ты можешь запустить какую-то фичу, которая сделает части твоих пользователей лучше, части хуже. При этом эти части могут быть достаточно большие. Предположим, что там типа 60% твоих пользователей стали приносить на рубль больше, а 40% на рубль меньше. В результате ты получил типа на 10 рублей больше. Да? Казалось бы, надо катить, но на самом деле ты можешь для тех 60% аудитории включить фичу, а для 40% не включать и получить не 10 рублей сверху, а 20. Это типа гетерогенный эффект. Его измерение, отслеживание и тестирование это отдельное вообще передовое направление современных систем оба-тестирования в онлайн продуктах. Это раз. Вторая история в том, что иногда тебе чисто с бизнесово-фейерплейной точки зрения нельзя включать фичу на часть рандомной аудитории. Предположим, что мы сделали какую-то, предположим, что я, например, какой-то конкурентный рынок, да, и ты вкатываешь новую фичу, которая как-то очень сильно делает ту часть аудитории в потенциале, да, эффективнее. Или, например, это какой-то продукт ты запускаешь в рамках своего. Вот, например, когда какой-нибудь условный WhatsApp запускает какие-нибудь платежи внутри WhatsApp, вот он запускает их в Бразилии. Или Instagram запускает Reels в каких-то отдельных... Или Instagram запускает свой Reels в отдельных странах. Ну, потому что ты не можешь взять и на половину мира запустить Reels, а на вторую половину не запустить. Reels – это сервис Инстаграма с короткими видео, когда-то платежи пытался спускать. И в-третьих, у тебя есть вирусный эффект, особенно это проявляется в социальных сетях. Ну, то есть, предположим, что мы научились там лучше ранжировать лент. Вот, ты включаешь, включаешь на одну часть аудитории новый алгоритм ранжирования, на вторую часть аудитории не включаешь. Вроде бы все нормально, и вроде бы ты меряешь эффект. Но потом ты понимаешь, что та часть аудитории, на которую ты включил, она с той частью аудитории, на которую ты не включил, она дружит. И поэтому там всякие репосты одни у вторых видят. И поэтому, грубо говоря, у тебя результаты твоих приростов начинают протекать из одной аудитории, группа аудиторий в другую. Вот. Реально сложно. Ага. Давай про Кока-Колу. Ну, давай. Короче, суть истории. Чем плохие опросы, чем хороши АБТ-тесты. Решила Кока-Колу рецептик поменять. Добавить больше сахара. Куда еще больше. Вот. Собрала она, значит, людей, разлила им стаканчики, все по правилам, никому ничего не рассказывала, типа, пробуй А, пробуй Б, говори, что лучше. Все все попробовали, они результаты подвели, и такие типа, отлично, новый рецепт прет. Запускаем. Вот, запустили, а потом продажи рухнули. Хотя, казалось, все тестировали, людям вот в один голос понравилось. Но просто оказалось, что Кока-Колу с большим количеством сахара невозможно выпить много. Если раньше люди покупали двухлитровки Кока-Колы целыми ящиками и везли их с собой на пикники, то сейчас они покупают один литр на троих. И Кока-Кола закрыла этот рецепт, потеряв кучу денег. А все почему правильно? Надо делать ваши замеры ровно в той же среде, в которой пользователи пользуются вашим продуктом, а не создавать им какую-то искусственную синтетику. Или почему у меня есть некоторое количество прищура по отношению к опросам, кастомер-девелопменту и всяким таким продуктовым упражнением. Глубинное интервью тоже. Вот. Ладно, давайте поговорим, верите ли вы в математическую статистику. Давайте придумаем, что наши с вами крики приходят из распределения Бернули, параметризированного некоторым параметром. Распределение Бернули, оно как бы дискретное, выдает нолики или единички. Нолик она выдает в случае, если человек не кликнул на баннер, единичку в случае, если кликнул. А параметр ТЭТа это параметр распределения Бернули, и так услышал, что распределение Бернули крайне чудесное. Этот параметр одновременно является вероятностью клика aka математическим ожиданием. Собственно, вероятность клика у нас вот такая, дисперсия вот такая. На формулах нарисована. А теперь расскажите мне, что написано под следующей точкой, где H0 и H1. А, так это гипотезы. Понимаем мы ее или отбрасываем? Что такое гипотеза? Мы предполагаем не некоторую гипотезу о нашей выборке. Понимаем она или нет? Что, например, матер-ждание больше такого-то увеличенной. А H0, если мы ничего не знаем, по-моему, H1, если мы ее отрицаем, то ли принимаем. Вот уже такие сложные статистики. Хорошо. Ну, на самом деле, да, у нас есть нулевая гипотеза, то, что все происходит, то, что у нас не отличается наша контрольная и тестовая группа. Есть гипотеза, которая предполагает некоторое отличие. В нашем случае мы предполагаем, в качестве нулевой гипотезы, мы предполагаем, что мат-ожидание KCTR контрольного баннера равен CTR-у тестового баннера TTC и TTT, а в случае с H1 мы предполагаем, что TTC меньше, чем TTT. Вот. Оно же отношение кликов к показу. Вот. Собственно, что мы хотим. А дальше путем нехитрых вычислений и некоторых статьй и некоторых знаний из математической теории мы можем прийти к тому, что на самом деле, если мы берем разные выборки и меряем наше мат-ожидание, точнее, меряем выборочное среднее, оно распределено нормально вокруг мат-ожидания с параметрами собственно мат-ожидания нормального распределения равным мат-ожидания исходного распределения обернули, а из дисперсии σ2 делить на n, где в качестве σ2 можно использовать среднеквадратичное отклонение посчитанное на выборке. И вот эта вот идея ложится в основу ТТ-эфта, которую мы можем использовать для того, чтобы проверить, верна или не верна наша гипотеза. Ну и, собственно, здесь начинается история. Как вообще работает вся концепция статистических тестов? Вся концепция статистических тестов работает в следующем уровне. Мы берем нашу выборку и говорим, что в мире существует некоторая статистика. И давайте-ка мы ее посчитаем. Это вот некоторые упражнения, которые вы проделываете над вашей выборкой. В нашем случае это вот наша среднеквадратичная, это вот наша выборочная средняя. Может быть, что посложнее. Вот. Эта самая статистика в случае, если верна гипотеза H0, она распределена по некоторому распределению. В нашем случае выборочная средняя распределена нормально в центре, в точке и дисперсия сигма квадрат делить на N. В случае, если наша гипотеза не верна, то мы получаем значение, которое распределено по другому распределению. Ну, то есть, если у нас сетиары наших баннеров неравны, значит, наш контрольный тестовый баннер распределены с разными мат. ожиданиями возможности с разными дисперсиями. Следовательно, наше значение выборочное в точке, оно будет где-то далеко. Где-то далеко, где-то далеко от мат. Ожидания. А как оценить, где далеко, насколько далеко, учитывая, что все эти распределения, они как бы разной формы бывают. Ну, окей, тут мы приходим к идее с квантилями. Квантиль, например, 95-я квантиль. Что это значит? Это значит, что это такое значение, 95% выборки лежит слева, 5% справа. Хвост, правый хвост распределения. Мы говорим, ну и хорошо, давайте посчитаем вероятность. Вероятность того, что наше значение примет, давайте посчитаем, что в случае верности нулевой гипотезы наше значение t от x, которое мы посчитали на нашей новой выборке, что оно примет такое или более экстремальное значение, нежели то, что мы увидели в нежели то, что мы увидели в нашей выборке. То есть, грубо говоря, вот у вас есть некоторое нормальное распределение. Свет меня, конечно, не ожидал, но да ладно. В случае, если вы, вот у него мат ожидания, в случае, если у вас верна нулевая гипотеза, то в принципе с вероятностью 97% вы упадете в плюс-минус 3 сигма. То есть, вы упадете где-то в районе мат ожидания. Но если вы упадете вот сюда, то есть, у вас CTR одного баннера сильно больше CTR другого баннера, то, скорее всего, это маловероятно при учете, опираясь на наше предположение, что нулевая гипотеза верна при учете того, что вот это мат ожидания пришло из того же распределения, из которого, собственно, контрольная выборка сгенерирована. Вот. И если это вероятность, то есть, вероятность получить такое или более экстремальное значение в такое или более экстремальное значение сейчас найду где-то чистить такое или более экстремальное значение Если вероятность получить такое или более экстремальное значение в условиях верности нулевой гипотезы крайне мала, меньше, чем некоторые параметры альфа, то мы отвергаем нулевую гипотезу и принимаем нашу гипотезу. А если она достаточно велика, то мы не отвергаем нулевую гипотезу, не принимаем гипотезу номер один, баннера абсолютно одинаковые, слышать и работать дальше. Ну и, собственно, из вот этих концепций исходит вся базовая теория об тестировании математической статистики. При всем при этом у нас появляются две ошибки. Ошибка первого рода, ошибка второго рода. Ошибку первого рода обзывают альфа, ошибку второго рода обзывают бета. Еще есть понятие статистической мощности, это единица минус бета. Что такое ошибка первого рода? Это вероятность, в случае, если ваша гипотеза H1 верна, вероятность ее отвергнуть. То есть, ваш баннер был лучше, но вы его не выбрали. Что такое ошибка второго рода? Это наоборот. Ошибка первого рода – это вероятность принять новый баннер, хотя он не лучше, чем старый. Ошибка второго рода – это обратная вероятность. Это не принять новый баннер, хотя он лучше, чем старый. Вот. Обычно святое число для ошибки первого рода – это 0,05. Ошибка второго рода уменьшается по остаточному принципу. Это, собственно, ошибка первого рода. И своим статистическим тестом вы задаете, вы по факту имплицитно задаете ошибку второго рода. Ее можно высчитать. Такие дела. Всем понятно? Есть вопросы? Да, все понятно. Только вот про последнее было непонятно. Про бета. Как ее высчитать неявно? Зависит от конкретного теста. Я просто вообще не понял даже откуда считать. Ну, обычно вот в конкретном математическом тесте там есть формула про то, какое значение принимает бета. Вот. Ну, обычно альфа и бета, это, грубо говоря, ну, по факту бета при заданной величине ошибки первого рода статистическая мощность теста это характеристика этого теста. То есть, чем выше статистическая мощность у теста при заданной вероятности ошибки первого рода, тем круче твой тест. Вот. Для расчета этой штуки, ну, собственно, статьи про всякие-то тесты и пишутся. Ну, а так, в целом, все понятно, все из модстата. Отлично. Ну, и отвечая на вопрос, как долго держать эту штуку, ну, давайте, что вы перед запуском вашей новой рекламной кампании на вашего нового АБТ-теста решили, что у вас есть минимальное важное изменение, да? То есть, у вас там CTR старого баннера типа 1%, и вы говорите, ну, изменения меньше, чем на 0,1% нас, в принципе, не волнует. Ну, то есть, нам не имеет смысла тракать изменения меньше, чем на 0,1%. Вот. И мы знаем, что у нас там альфа 0,05, бета вот такая. И ожидаем мы, и хотим мы увидеть изменения минимум на 0,01. Ну, и все. Зная про это все, вы можете, на самом деле, посчитать ваш статистический тест, запихать всю эту штуку в какой-нибудь специальный калькулятор, и этот калькулятор, зная статистический тест, зная ваши исторические, зная ваше историческое там мат-ожидание и выборочное среднее отклонение, он посчитает, а сколько вам нужно пользователей для того, чтобы ваш тест сошелся. Грубо говоря, а какое должно быть N, потому что, как вы помните, здесь в формуле N участвует, для того, чтобы вы задетектировали изменения в 0,001. И с вот этим чудесным знанием вы можете отправляться в бой. Обычно вы получаете два уравнения вокруг квантилий, решаете эти уравнения относительно N, получаете N количество пользователей, и с этим количеством пользователей на тестовые контрольные группы можно отправляться в бой. Вот. Параллельно расскажу вам еще смешную историю про поправку холма-банферонии или про тестирование. Смотрим. Есть такой прикол. Предположим, что вы тестируете не одну гипотезу, а много. У вас не один баннер, а шесть вариантов. Вы тестируете там первый баннер лучше нулевого, второй баннер лучше нулевого, третий, четвертый, пятый, шестой, иц. Что происходит с точки зрения вероятности? Давайте посчитаем вероятность того, что хотя бы один результат значимый. Эта вероятность это единица минус все результаты незначимые. Но на самом деле, в случае, если все результаты незначимые, у вас все равно есть вероятность ошибки первого рода. Поэтому это типа единица минус единица минус 0,05 в пятой степени, где пятая, ну потому что у вас там пять тестовых групп. Вот. И если вы посчитаете всю эту штуку правильно, то даже в случае, если вы выкатите шесть абсолютно одинаковых баннеров, то с вероятностью в 22% один из них с точки зрения АБ-теста будет лучше. Вот. Как это исправить? Очень хорошо. Если у вас пять тестовых групп, возьмите и разделите ваш уровень значимости на 5. Это такой простой способ это поправить. Поправка холма-банфероне. А при чем тут мертвый лосось? Собственная история про поправку холма-банфероне в свое время была рассмотрена ребятами, которые работали, по-моему, над медициной, над всякой нейромозговой активностью. Они заметили, что во многих статьях люди забывают про поправку холма-банфероне, а все эти статьи по большей своей части основаны на множественных АБ-тестах. На что они сделали следующее. Есть такой процесс, который называют у аппаратов МРТ, есть процесс работоспособности аппарата МРТ, обычно берут что-то, что можно засунуть в аппарат МРТ, но при этом не живое, и засовывают какой-нибудь шар с жиром, что-нибудь в таком духе, и проверяют, как оно работает. Ну, а собственно, сам по себе аппарат МРТ на самом деле проводят очень много АБ-тестов, тестируя, есть ли активность в каждом конкретном воксере этого шара с жиром. Ребята решили взять не шар с жиром, а что-нибудь очень простое, а что-нибудь поинтереснее, например, мертвого лосося. Они взяли мертвого лосося, положили его в тележку, запихали в аппарат МРТ и начали проводить тестирование, при этом взяв и выключив фоксус поправкой флома Бонфероне. Ну, как вы понимаете, там было супер много вокселей, и в результате каждого из проведенной серии тестов лосось оказался живым. Вот. Они это назвали кейсом зомби-лосося. И опубликовали эту статью, получили специальную премию, которую выдают за развенчание всякой антинаучной фигни, и даже было исследование, что количество работ в этой области после выхода этой статьи с вот такой ошибкой упало там примерно на 10%. Вот. Теперь давайте с вами поговорим про АБТ-тесты в реальной жизни. Обычно вы следите не за одним CTR-ом, а за кучей метрик. В реальной жизни вы не знаете, какой реальный результат вы можете ожидать, так как сильно поплывут ваши метрики туда или сюда. вы получаете в реальной жизни типа просто тонну метрик, которые взяли и изменились. Что-то пошло вверх, что-то пошло вниз. Вот у меня здесь для вас пример из-за системы АБТ-тестов, которая используется в одноклассниках. Да, это типичная там типа Jira табличка, что-то прокрасилось красным, что-то прокрасилось зеленым. Есть метрики, есть у каждой метрики еще отдельные варианты Users Accounts. Users обозначает уникальные пользователи, accounts обозначает сырые действия. Типа, если у вас есть тысяча кликов от 100 пользователей, users 100, accounts 1000. Вот. Тут что-то вверх, что-то вниз в разных объемах, плывет, падает и так далее. Как принимать решение? Да, вы же все-таки что-то хотели сделать. Вопрос. А как долго? Ну, то есть, вы помните вот всю эту историю с калькуляторами, да, с объемом, количеством пользователей, но у меня 100 метрик. А как долго мне нужно держать мои тесты, если у меня не один CTR, для которого я могу все это почитать, а 100. 100 метрик, которые вот как бы красятся. И последний вопрос. А еще есть такая штука, как эффект новизны. Ну, вы начинаете пользователю показывать что-то, сначала им это нравится, потом они привыкают, интерес спадает, приросты уменьшаются. Вот примерно такие проблемы существуют с АБТ-тестами в реальной жизни. Я отвечу на один из вопросов. Как жить в случае, когда у вас прокрасывается целый список, и этот же ответ на самом деле отвечает на вопрос, а что такое one metric, then matters, которую мы хотим выбрать и так далее. На самом деле, вам нужно выбирать не one metric, then matters, на самом деле, вам нужно establish, что это, господи, называется, вам нужно для вашего продукта и для вашего конкретного направления установить некоторую иерархию метрик. Причем, эта иерархия метрик предполагает, что сверху стоит та самая метрика, которую вам всем хочется подвинуть, но очень сложно, например, retention, а снизу стоят очень простые метрики, которые очень легко подвинуть, но которые при этом не то чтобы суперзначимо, там всякие конверсии, ну что-то простенькое, там конверсии, количество кликов и так далее, и так далее, и так далее. И к тому же желательно уметь понимать, как эти изменения в этих метриках коррелируют друг с другом. Грубо говоря, количество приложений идет вниз, значит, аудитория растет, количество позитивных действий, лайков, кликов, шеров, али-шеров идет вверх, значит, аудитория должна от этого расти. В случае, если у вас продукт сложный, метрик много, можете еще распределять их на иерархию. Так скажем, лайки у вас могут расти не по всему порталу, но и, например, в отдельных его частях. Лента, страница группы, страница, я не знаю, Discover. Да, если у вас Discover или Explore частью вашего продукта пользуется маленький процент вашей аудитории, то изменения положительных в Discovery могут не отразиться на общих лайках, но при этом вы понимаете, что, скорее всего, лучше удовлетворенность с Discover коррелирует с общим количеством лайков, а общее количество лайков коррелирует с ретеншеном пользователя в приложении типа лайков, нравятся, и не возвращаются. И дальше вы просто начинаете аккуратненько проводить эксперименты, и дальше у вас возникает такой момент. Если у вас растет какая-то метрика с верхней части пирамидки, значит, все хорошо. И, в принципе, вам не важно, что там происходит снизу. Если же у вас на одном и том же уровне пирамиды какая-то часть метрика идет вверх, а какая-то часть метрика идет вниз, либо вам нужно переприоритизировать вашу пирамиду и как-то их друг от друга иерархически отранжировать, либо идите, думайте, о какой курс размена лайков на алишеров вас устраивает. Такие дела. Ну и, собственно, в верхушке этой самой пирамиды вы можете выбрать ту самую One Metrics and Matters, только уже забив на тот факт, что она должна быть easy to move. может быть не супер easy to move, но вот такой подход в принципе так или иначе обещает вам тот факт, что вы будете более-менее нормально улучшать в нужном направлении ваш продукт. Вопросы? Вот у нас есть очень много метрик. Мы их поделили на три группы. Главная и еще две группы. И внутри каждой группы, вот, соответственно, двух нижних, мы должны показатели как-то взвешенно брать, чтобы понимать, позитивно меняется слой или отрицательно. Правильно? Ну, в случае, если в конкретном АБ-тесте у тебя метрики из одной важности одна пошла вверх, другая пошла вниз, то тут, да, тут начинаются вопросы. Либо ты понимаешь, что одна из них важнее другой, либо ты примерно понимаешь, какой курс разменный. Просто ты нас чуть не обманул. Ты даешь нерешаемую задачу, типа, вот, есть много метрик, они меняются, как решить задачу, а давайте их разобьем на три группы, внутри каждой группы эта проблема сохраняется. Да, но так можно рекурсивно продолжать, пока у тебя иерархия не будет абсолютной, то есть пирамида не вытянется. В принципе, я согласен с решением. Ну, как бы да, в какой-то, ну, то есть в идеале эта штука должна работать таким образом, что ты понимаешь, какая у тебя корреляция одной метрики с нижнего уровня в верхний, насколько там надо изменить лайки для того, чтобы изменился ретеншн, насколько нужно изменить лайки в Дискавери, чтобы поднялись лайки общие. Грубо говоря, ты понимаешь, что у тебя Дискавери это 10% трафика портала, следовательно, 10% изменение Дискавери это 1% изменение общих лайков. Ты понимаешь, что и у тебя там есть какие-то свидетельства о том, что 10% изменение общих лайков на портале приводит к 1% изменению ретеншн. Казалось бы, работая над Дискавери ты должен вырастить ее в 2 раза для того, чтобы увидеть 1% ретеншн, предположим, что твоя чувствительность это 1%, но на самом деле ты вполне понимаешь. И вот ты видишь, что если у тебя 10% прирост в Дискавери, но 5% и предположим, что курс у тебя одинаковый для Дискавера и для видео. И вот ты вырастил в Дискавери, но сканнибализировал трафику видео сервиса. Типа 10% лайков в Дискавери ты разменял на 5% просмотров видео. Ну, ты знаешь, но ты понимаешь, что у тебя 5% просмотров видео это типа минус 0.05 кретеншн, а 10% просмотров Дискавери это плюс 0.01. Ну, окей, тогда катим. Сделал бы ты обратный жест, просадил там на 15% видео ради 5% Дискавера, ну, наверное, иди делай лучше. Я даже понял, что ты сказал. Было очень много цифр. Короче, должен быть... Ладно, все члены поняли или у кого-то есть еще вопросы. Да, таким человеком называется Data Analytic. Вот, да, должен быть чувак, который понимает цифры. Вот. И эти цифры, все цифры запихивают в одну формулу с весами и логарифмами. Вот этот человек, видимо, ты. Нет, этот человек, это любой Data Scientist, который хочет вообще работу делать. Ну, с моей точки зрения, я за Full Cycle Data Science. Конечно, при росте команды у вас появляются и отдельные аналитики, и отдельные Machine Learning инженеры, но достаточно часто все эти должности совмещаются. Формально это все классическая аналитика, но при этом не понимая всю эту аналитику, вы как бы особо дальше не двигаетесь. Собственно, поэтому я эту лекцию вам рассказываю. То есть, еще работать не начали, а квалификацию уже поднимаем. Ну, типа того. Ладенько, двигаем дальше. Что еще хорошего можно рассказать про АБ-тесты в реальной жизни? Какая должна быть система АБ-тестов так, чтобы она... Смотрите, еще при этом с АБ-тестами есть суперпроблема. Ну, опять, понятное дело, что вот всю эту фигню каждый раз для каждого АБ-теста никто не считает. В питончике в Юпитер-ноутбуках. Эта вся фигня должна быть автоматизирована, желательно, интегрирована с вашим принятым в компании каким-то флоу. Либо у вас Jira, либо у вас что-нибудь еще, и эти результаты АБ-тестов, их легко запустить, и по ним приходят результаты. Вот. Если это все надо считать каждый раз самому руками, никто этим пользоваться не будет. Обычно ситуация такая, что там на компании есть, там, я не знаю, пять аналитиков и очень много разных команд продуктовых, мини-команд, two-pizza-command, если вспомнить лозунг Spotify, ну, то есть команда, которую можно накормить двумя пиццами большими. Вот. Ну, очевидно, что на каждого аналитика не напасешься. Поэтому, как бы, это очень хорошо, если в вашей компании есть такая культура, которая позволяет разработчикам или менеджерам запускать АБ-тесты и как-то смотреть на эти результаты. Эта система должна быть автоматизированной, то есть она предполагает, что ты где-то набросал конфишок и оно отправилось. Эта штука должна быть основана на метриках, причем по принципу plug-in, plug-out, да, подключил, включил, выключил. Вот. Ну, то есть, например, можно разбивать метрики на некоторые провайдеры, каждый провайдер метрика отвечает за какую-то свою доменную область. у вас есть провайдер метрик про видео, провайдер метрик по перформансу Андроида, по перформансу Иоса, по сообщениям. И если у вас команда сообщения что-то делает, она ведает и знает за провайдер сообщения. Если у вас команда Андроида, Андроид тюнит, ему, наверное, провайдеры сообщения или видео не то чтобы супер нужны, в случае, если она при этом не тюнит сообщения или видео. вот при этом, сами понимаете, чем больше метрик в анализе, тем больше вероятность случайных срабатываний, потому что ошибку первого рода никто не отменял, и как бы 5% это значит, что из 100 метрик 5 у вас будут краситься случайным образом, понятное дело что в большом продукте 100 метрик это прям ну это немного потому что метрики у вас опять же, да, сколько угодно детализированные могут быть, лайки от пользователей 35 лет из Москвы эта штука, система B-тестов должна быть основана на юнити сепарации юнит сепарации это та самая сущность по которой вы делите пользователей на ваши кагорты в случае с там в контакте одноклассниками это юзер айти, в случае с рекламными движениями это с одной стороны может быть куки айти, да, то есть показатель анонимизированная информация пользователя, с другой стороны таким юнитом сепарации может случить, например служить, например, адвертайзмент айти, да, если вы включаете не что-то на пользователей а что-то для тех, кто заказывает рекламу и так далее, и так далее, и так далее эта штука должна на автомате уметь крутить аа-тесты и быть достаточно стабильной что такое аа-тесты? это вы запускаете эксперимент на какой-то аудитории вот, а на самом деле до этой аудитории на вас еще полтора года резвились и часть из этой аудитории ведет себя очень сильно и очень хорошо, потому что они испытывали хорошие продуктовые, на них испытывали хорошие продуктовые гипотезы, вторая половина вашей, контрольная ваша группа ведет себя очень плохо потому что ее полгода унижали в итоге, к чему это приводит? правильно, к тому, что у вас контрольная группа просто в целом плохо, в целом у нее метрики ниже, чем у тестового как это избежать? с одной стороны, делаем разделение не рандомное, а рандомное с ядром ядро уникальное от номера эксперимента берете хэш-функцию и сид в нее запихиваете неплохо работает потом остаток отделения на 2 огонь вторая ситуация в том, что эта штука для того, чтобы все-таки уметь проверять такие истории вам нужно брать и крутить ААТС то есть вы берете ваши исторические данные на тех метриках, которые вам интересны указанные в провайдерах и автоматически на них прогоняете ААБ-тест, предполагая как будто это контроль и тест и смотрите на результаты если меньше 5% прокрасов значит все хорошо у вас стабильно бьющиеся группы все замечательно если у вас больше 5% прокрасов значит ваша аудитория расходится, идите и ищите новую аудиторию и дайте это отдохнуть вот эти вопросы про ААТС и зачем они нужны то есть ААБ-тест условно не на всех полис, которые есть условно наберут одну часть небольшую выборку одна дается старую другую новую да, конечно когда у тебя много аудитории катать все тесты 50 на 50 это как бы избыточно а вопрос еще такой а можно ААБ-тесты например, два разных ААБ-теста катают на одной подвыборке это нормально или нет? ну, это не очень хорошо но бывает ну то есть именно для этих целей я вот тут распространялся про хэши и про хэши и седы а типа она даст нормальный результат или все равно будет какая-то каша? в зависимости от того как хороша хэш-функция насколько мощны ее равномерности распределений ну, по-разному тут уже зависит от конкретных случаев есть кейс гугла представим, что вы выкатываете 50 оттенков синего там 50 оттенков цветов для ссылок и 50 оттенков цветов параллельно кто-то ортогонально вам выкатывает для кликов в итоге на каком-то пересечении аудитории у вас могут быть синие ссылки и синий фон классический кейс кейс от гугла ну, тогда у вас будет плоховато вот собственно, по этим причинам есть разные подходы предполагается, что команда, которая работает над продуктом она плюс-минус одна и она примерно знает что, где у нее выкачано и она старается друг на друга не налазить а другие команды которые работают над другими продуктами на метки вашего продукта влияют не настолько сильно и не настолько явно и вы как бы и не страшно вам пересечься на одной аудитории потому что если у вас грубо говоря представим, что вы у вас есть юзер ид это инт вы берете вы берете и считаете остаток отделения на 1024 получаете 1024 остаточках называем это партицией вот вы берете пользователя с нулевой по сотую партицию дальше что вы с ними делаете вы берете эту юзер айтишку интовую пропускаете через хэш-функцию с седом равному номеру вашего эксперимента получаете какой-то хэшированный соленый инт и дальше считаете остаток отделения на 2 от этого хэшированного соленого инта те у кого единичка те в тестовой группе те у кого нулик те в контрольной группе такая у вас система сплитинга на контроле тест если у вас появляется второй человек который хочет на той же нулевой террасотой партиции завести другой АБ-тест и он берет другое ядро ну что у него другой номер эксперимента он берет другое ядро и у него группы делятся по-другому в итоге получается что на нулевой террасотой партиции аудитория разбивается на двумя в идеале ортогональными пласкостями на 4 подпространства здесь у вас типа 0-0-0-1-1-1-0-1-0 фичи включены вот как-то так я правильно понял то что ты ядром называешь сид хэша ну конечно сид это же ядро я просто ну не силен в терминологии видимо да сид ну то есть пытается спешить слушать скажем обе новые фичи могут дать этот резонанс например могут могут или забивают на это зависит от культуры экспериментов и каждого конкретного случая но обычно обычно предполагается что там команда ленты работает над лентой команда ленты внутри договаривается и фичи там комбинирует абтесты катает а команда я не знаю андроида работает над андроидом и там оптимизация перформанса андроида накладываемая на работу команды ленты вряд ли сильно срезонирует ну типа на практике обычно это делается как-то так вот но бывает всякое эта штука должна быть ваша автоматизированная система абтестов должна быть максимально простая и понятна так чтобы каждый менеджер мог ее использовать и желательно если вы если вдруг когда-нибудь в вашей жизни в какой-то компании вы будете заниматься разработкой системы абтестов богом клянусь вот сходите куда-нибудь в интернете и почитайте как это делать не вы первые не вы последние очень много грабель не соберете есть короче шутка шутка юмора есть такая компания в мире Microsoft у нее в мире считается одна из самых сильных отделов абтестирования Microsoft решили проблему крайне бизнесового в свое время была такая компания которая опередила свое время на самом деле и XP платформ ее ввел по-моему его зовут то ли Джон то ли Рон я все время путаю Рон Кахава такой уже дяденька наверное если не дедушка который решил что он будет делать компанию которая будет предоставлять услуги абтестирования типа на аутсорсе ну абтестирование на аутсорсе не завелось но как стартап Microsoft его купил вот сайт у них даже сохранился они тут статьи публикуют в итоге команда Кахава по всему Microsoft бегала системы процесса абтестирования налаживала параллельно собирала весь этот экспириенс аккумулировала и очень часто даже со статьями выступают и есть вот в России одной из самых сильных систем абтестирования и вообще аналитики считается Яндекс где-то в кулуарах я слышал легенду о том что Яндекс просто взяли и наняли бывшего заместителя АКХ в качестве своего специалиста по абтестированию главному вот не знаю насколько это правда но вот такую вот легенду я от яндексоидов слышал если есть яндексоиды в трете подтвердите так это или нет вот собственно что-нибудь почитайте можете начать с этого сайта там круто как у вас про АБТС хотите еще полчасика послушать или уже перейдете к Сергею нейросетям да можно еще послушать Сергей норм если у тебя полчасика украду да нормально у меня не такая длинная лекция поэтому ладенько смотрите что еще можно сказать рассказать про АБТС АБТС пришли к нам из медицины и агриколчу сельского хозяйства в начале 20 века чем что отличает медицину и сельское хозяйство во-первых у вас крайне дорогая цена одного эксперимента если вы насколько сейчас у нас все эксперты свепом двойном плац я поконтролирую туда-сюда благодаря коронавирусу по той простой причине что у нас все познакомились собственно примерно такая же история в агрокалчур да если вы хотите затестить новый сорт какого-нибудь картохи вы берете и сажаете целое поле потом еще очень долго и много проверяете полезность выгодность устойчивость к болезням морозам и так далее поле сажать ну или устраивать фармацевтический эксперимент это долго и дорого очень высокая цена ошибки в случае с сельским хозяйством она чуть меньше вы просто плохой продукт на рынок вы видите в случае с фармацевтикой она чуть больше вы убьете пару десятков тысяч человек классические АБТ-тесты в чем они прикольные они вам во-первых они позволяют вам оценить бюджет заранее выдав разные альфа и бета для оценки результатов вы можете занесить альфу сделав ее там 0.0001 но для этого вам потребуется намного больше людей пропустить через жернова двойного слепого полоса поконтролируемого вот таким образом с одной стороны у вас есть бюджет а с другой стороны у вас есть потенциальные риски и бенефит от внедрения нового лекарства и собственно взвешивая эти вещи вы можете принять решение заранее а стоит ли вам вообще париться и поле перезасеивать или стоит продавать что-то дальше так вот в мире онлайна все не так в мире онлайна стоимость выкатки АБ эксперимента это вам код денек пописать ну может не денек стоимость ошибки тоже в принципе не очень высока потому что ну ну увидят люди плохую ленту ну с кем не бывает возьмете и выключите при этом же при всем ну да неприятно да плохо ну бывает это можно пережить при этом же при всем вы это все можете пофиксить как бы раковую опухоль пофиксить не так не так легко нежели переложить сервера или там перевыкатить новый конфиг другой модели ранжирования лент по этим причинам вся вот эта вот механика АБ тестирования усталевшая на сотню лет она ну не то чтобы супер круто ложится в современный мир онлайн сервисов есть другой подход КБ тестированию с одной стороны а еще кое к чему другому прикольному с другой стороны который называется боецовские многорукие бандиты давайте я вам расскажу вообще это все как бы вот нас тихонечко подводит к РЛ которого в этом курсе нету это вот такое небольшое веяние РЛ поэтому давайте быстренько по Европам посмотрим что это дело делает смотрите неформально reinforcement learning я все равно не понял обучение с подкреплением а ладно представьте себе что вы оказались в казино у вас есть вполне всеограниченный набор времени и денег и вы хотите и там стоит целый ряд одноруких бандитов это такие ребята ты ручку дергаешь они там что-то крутят а потом тебе дают сколько это денег или не дают вот и давайте я даже помню как в детстве просаживал остатки устававшись с обеда а потом запретили давайте предположим что вы хотите найти какой-то из этих автоматов для того чтобы максимизировать свою выгоду вот то есть что с одной стороны нам нужно походить и подергать все для того чтобы понять какой из них лучше а какой из них хуже с другой стороны в какой-то момент вам надо остановиться выбрать тот который вы считаете что он наиболее выгодный ну предполагается что у них разная вероятность выдачи вам денег и начать неистово дергать эту ручку ну чтобы максимизировать вашу прибыль как бы интуитивно схема примерно такая примерно такую же интуитивную схему позволяют примерно такую же интуитивную схему но чуть поумнее реализует Thompson Center Yahoo использует эту технологию для того чтобы оптимизировать выдачу баннеров Microsoft использует эту технологию чтобы оптимизировать выдачу баннеров в своем поиске Netflix очень сильно утилизирует бандитов для того чтобы персонализировать обложки для сериалов и они кстати утверждают что это реально очень сильно влияет на конверсию формально формально у нас с вами есть некоторая секвенс наград которые вы наблюдаете к моменту времени т и давайте мы с вами предположим что действие а т которое вы можете предпринять в момент времени т фактически действие а т это то какую ручку вы дернули в момент времени т точнее какую вам надо дернуть в момент времени т учитывая тот секвенс который вы наблюдали до этого теперь давайте с вами представим что ваши награды приходят из какого-то неизвестного распределения которое зависит от номера ручки которую вы дергаете и это ваше неизвестное распределение зависящее от номера ручки оно параметризировано некоторым неизвестным вектором параметра вы что бы вы делали если бы вы знали это распределение и этот неизвестный вектор параметра что бы вы делали если бы вы знали эти распределения и неизвестные вектора параметра посчитал бы самый крутой самый крутой автомат правильно посчитали мат ожидания выбрали бы самое большое и начали неистово дергать ручку но вы его не знаете мы не знаем ни реального распределения ни параметров которые мы хотим оптимизировать поэтому напрямую заточиться под среднее под мат ожидания мы не можем однако мы с вами можем во-первых сделать некоторые априорные предположения о характере распределение которые наблюдаются например предположим что у нас с вами не банги ба а бандиты баннеры приз caus gegen что каждый баннер это отдельная ручка и собственно дернуть ручку это показать пользователю тот или иной баннер и мы предположим что эти что клики на эти банюра а наш клик это на града и вы предполагаем что эти клики они распределены по распределению вернули которая выглядит вот так. А наша предполагаемая награда, если мы будем дергать эту ручку достаточное количество времени, это то самое мат ожидания. Так вот, на самом деле, если ваши клики распределены по распределению Бернули, которые параметризируются параметром θ, а.к. э. мат ожидания распределения Бернули, то сам этот параметр θ распределен по бета распределению. То, что бета распределение является коньюгейт-прайор априорно сопряженным к распределению Бернулли. Если интересно, посчитайте, что это значит. То есть оно является априорно сопряженным, то есть, грубо говоря, в случае, если у вас есть... Вообще формально это все идет из-под теоремы Байаса. Если вас интересует распределение тета при наблюдаемом... Вас интересует распределение тета при наблюдаемом распределении действий х. Вы берете и раскладываете это дело по теореме Байаса, у вас получается страшный интеграл. Страшный интеграл считать не хочется. Есть некоторые пары распределений, про которые известно, что параметры распределения Вернулли в зависимости от того, что вы наблюдаете, распределены на самом деле по бета-распределению. Собственно, поэтому в всех этих Томпсон-сэмплер-схемах используются весьма известные наборы схем, что как распределено. То есть, бета-распределение, нормальное распределение, гамма-распределение и так далее. Для того, чтобы интегралщики не считать. Чем хорошо бета-распределение? В этом распределении имеется все два параметра, альфа и бета, равные единичке. По дефолту оно равно единичке. Причем альфа и бета очень хорошо интерпретируются. Альфа можно интерпретировать как количество успешных разыгрываний, бета как количество провальных ноликов и единичек в вашей истории наблюдаемой. При этом, давайте посмотрим на графики. Когда альфа равно бета равно единице, вы получаете равномерное распределение. Это логично. То есть, когда вы ничего не знаете про вашего бандита, то вы предполагаете, что его мат-ожидание награды распределено с равной вероятностью и находится в любой точке от нуля до единицы. В случае, если альфа и бета равно, например, 5, это зелененькое на графике, то это все начинает напоминать какое-то нормальное распределение. То есть, это какой-то колокол, вытянутый вокруг точки мат-ожидания, где мат-ожидание – это 0,5. В общем-то, мат-ожидание. Распределение обернули. В итоге будет пропорционально отношению а к б, а острота этого распределения пропорционально абсолютным числам а и б. То есть, с 5-5 у вас колокол достаточно пологий, а с 50-50 он у вас будет крайне острый, на что вы, собственно, видите в красном и… Господи, какое-то фиолетовое, наверное, сиреневое. В красном и сиреневом графиках, где а равно 5, b равно 10 и а равно 5, b равно 25. Вот. Эти приятные свойства бета-распределения на самом деле коррелируют с нашими представлениями о том, как устроены баннеры и CTR. Что это значит? Если мы ничего не знаем, то CTR распределен равномерно. Если мы получили много успехов и мало неудач, значит CTR смещается в сторону единицы. Если мы получили много неудач и мало успехов, CTR смещается в сторону нуля. Если мы провели много испытаний, распределение острое, потому что мы уверены в этом бане. Если мы провели мало испытаний, распределение пологое, потому что мы не то чтобы супер уверены в этом баннере. Вот. Как выглядит вообще схема жизни вашей баннерной системы с баяцовскими бандитами? Вы имеете счетчики альфа и бета. Количество успехов и неудач. Для каждого бандита вы пробегаетесь по этими счетчиками и дергаете бета-распределение. Получаете прогноз CTR, который приходит из бета-распределения. Дальше вы выбираете лучшего бандита. Как вы понимаете, это стахастический процесс, то есть вы разыгрываете точку из бета-распределения. Так что у вас каждый раз эти прогнозы немножко дрожат. Причем, опять же, степень их дрожания зависит от того, насколько много вы уже провели разыгрывания. Выбирайте того, кто показал себя лучше всего. Дальше происходит разыгрывание распределения Бернулина. На самом деле разыгрывание награды из распределения Бернулина происходит не на вашем сервере, а в реальном мире. Пользователь видит баннер, кликает или нет. Наблюдаемую награду вы отправляете в ваш сторож счетчика, апдейтите его, прибавляете единичку к альфе, если был клик или нолик, или единичку к бете, если клика не было. И в следующий раз, когда к вам приходит пользователь, вы заново производите всю эту операцию. Понятненько? Есть вопрос? Это для каждого пользователя отдельно делаем? Нет. Это для каждого баннера у вас есть свои счетчики. Персонализации здесь пока что нет. Там еще был второй вопрос. Да, а так можно просто всегда делать? То есть чем это хуже или лучше, чем то, что раньше рассказывали про бетесты? Это мы обсудим чуть-чуть дальше. Что вопросы? Может кому-то непонятно эта схема? Будем надеяться, что всем понятно. Так, еще раз. В основе, то есть у нас мы с помощью тестов мы угадываем наш тета. Для баннера вероятность клика. С помощью чего угадываем? С помощью, ну, выдавая, ну, с помощью тестов. С помощью бета-распределения? Да. Да. Чем выше вероятность, мы выбираем то, что у нас более вероятное и так далее. Но смотри, если у тебя, ты по факту, что делаешь? Ты создаешь бета-распределение с параметрами альфа и бета, которые у тебя по факту счетчики, а потом говоришь ему, дай мне, разыграя мне значение из этого распределения. То есть дай мне конкретное значение случайной величины, распределенное вот по соответствующему бета-распределению. Ну и дальше включается вся вот эта вот, либо статистически боецовская чертовщина с априорно распределенными, либо мои интуитивные рассуждения, ну, или сверху еще это все похоже на правду, благодаря интуитивно наблюдаемым остроте распределений, пропорциональности счетчиков и так далее. Хорошо. Собственно, чем это отличается от АБ-тестов? У нас два графика. На оси Х у вас неделечки, на оси Y у вас проценты аудитории. В случае, если вы проводите АБ-тесты, вы берете, выкатываете на пять недель на всех, распилив на три части опцию А, Б и С, через пять недель подводите результат и выбираете лучше. Например, баннер А. Что происходит в случае с бандитами? В случае с бандитами эта история происходит динамически. Каждый раз, когда вы апдейтите счетчики, у вас немножечко начинает дорожать процент аудитории, который у вас идет на ту или другую опцию. То есть, по факту, АБ-тесты... То есть, по факту, бандиты – это в некотором смысле замена АБ-тестирования, которая позволяет динамически переливать трафик в наиболее выгодные опции. Пропорция трафита – это вероятность... Пропорция трафика, которая идет на опцию А, Б и С, это вероятность того, что А, Б и С – это был лучший бандит с точки зрения от ожидания выигрыша. На самом деле, в каждый момент времени у вас есть все необходимые счетчики для того, чтобы взять, сказать так, мир на паузу, быстро проводим АБ-тесты, выбираем лучший. Например, с точки зрения бандит-селекшена, на самом деле, если у вас есть бандиты, то как бы долго вы ни крутили ваши тесты, с какой-то вероятностью плохие баннеры все равно будут показываться пользователям. Ну, потому что у вас все-таки распределение, а не констант. Поэтому где-нибудь после пятой недели вы можете сказать, так, ладно, а теперь проводим АБ-тест, проводите АБ-тест, подтверждайте то, что бандиты решили, что все хорошо, и выключайте полностью все остальные опции. Эта штука максимизирует CTR напрямую, ровно то, что нам с вами необходимо. И на самом деле, на практике мало кто заменяет АБ-тесты бандитами, потому что бандиты чуть-чуть более капризные, сложные, не все фичи АБ-тестов они позволяют, например, АА-тестирование или что-нибудь в таком духе. И вообще АБ-тесты чуть-чуть более, знаете, общеприняты, изучены и прочие в реализации. С одной стороны. Но с другой стороны, все то, что я вам рассказал, нужно использовать как рекомендательную систему. Смотрите. Почему круто использовать бандитов в качестве рекомендательной системы? Ну, во-первых, в отличие от СВД, нейронных сетей, вообще в отличие от всего, у бандитов вообще нет никакой проблемы с добавлениями новых элементов. Выберешь и подпихиваешь. Типа, на. Новая опция. Он такой, окей, дефолтные параметры, поехали. Самплирование показывает сколько-то раз, понимает, какой у него примерно CTR, и дальше пропорционально направляет ситуацию с трафиком. Это штука. В эту штуку можно, в принципе, задавать некоторые ваши априорные ожидания альфа и бета. То есть, никто не говорит, что вам надо стартовать с единицы. Например, вы можете в качестве альфа и бета задавать там средние CTR баннеров по вашей системе. Ну, потому что если у вас равномерное распределение, а средние CTR баннеров у вас там типа у среднего 0,5, а у лучшего 0,7, ну, вы будете, ой, как много показывать новый баннер, пока у вас бандит не разочаруется в нем так же, как у всех остальных, и не загонит его куда-то там, в левую часть графика. С одной стороны. С другой стороны, эти счетчики позволяют сделать одну очень чудесную вещь. В какой-то момент, когда вы запускаете ваш продукт, особенно, не дай бог, это B2C с аудиторией, к вам прибегает менеджер такой, Женя, Женя, у нас вот блогер хороший, вот надо его чуть-чуть подбустить в рекомендациях, вот чтобы он аудитории поднабрал, вот как бы партнеримся. Ты такой, ну ладно, берешь просто и накручиваешь ему альфу. Ну и все, и дальше он начинает всем чаще и чаще показываться, и потом в какой-то момент эта история затухает, и он снова возвращается к тому, что он заслужил. Удобно. Жадность. Бандиты, блин, жадные. И жадные они в двух случаях. Случай номер один. Как вы понимаете, эти счетчики копятся бесконечности. Соответственно, на самом деле, когда вы добавляете опцию D к вашим другим опциям A, B и C, все ваши опции A, B и C уже очень давно крайне острые. А ваша опция D, которую вы добавляете, она наоборот крайне равномерно размазанная. Поэтому, скорее всего, ваша опция D сойдется к чему-нибудь, и потом, скорее всего, в случае, если вы никак не будете патчить вот эту схему с бандитами, вы всегда будете показывать самый лучший с точки зрения бандитов вариант. Вот почти там 99,9% случаев. Ну, просто он супер острый. Как с этим бороться? Смотрите. Есть две опции, которые можно комбинировать между собой. Опция один. Вы можете на самом деле смотреть не на сырые альфы и бетто, а на экспоненциально сглаженные по времени. Зачем? Ну, как бы тренды меняются, блогеры исправляются, начинают постить другой контент, или наоборот становятся плохими блогерами. Вот. Поэтому вы можете брать и взвешивать эти счетчики во времени. Уделяя внимание счетчикам из прошлого, чем дальше они отстоят во времени, тем меньше их влияние на итоговый результат. Экспоненциально взвешенная средняя. Работает круто. Решает проблему. Вот. Если вам не хочется хранить временные ряды, вот есть чудесная формула типа итеративного пересчета экспоненциально взвешенного среднего, есть еще какие-нибудь другие формулы, можете в интернете побуглить. Второй момент в том, что даже несмотря на экспоненциально взвешенное среднее, может быть так, что пользователи в какой-то момент понакликали на вот этот баннер, на другой не понакликали, чисто вероятностно так может произойти. Вот. Придут у вас очень большие любители зеленого и перекликают весь зеленый баннер, а все остальные баннеры, ну, на самом деле, могут быть не хуже и не лучше. Ну, просто вам повезло, и вот там типа в понедельник с утра любители зеленого встают пораньше. Что с этим делать? Правильно, можно вставить рандомчик. Можете просто брать и в эпсилон-вариантах показывать не то, что выбрали ваши бандиты, а просто рандом. Эпсилон в виде бандитов. Чудесная история. Что еще хорошего про бандиты, как про рекоменды? Это достаточно легко запрограммировать. Особенно это хорошо работает в случае, когда у вас нет исторических данных, у вас нет никакого понимания, ни что будет с продуктом, ни как он будет развиваться, ни каким образом строить рекомендации, вы берете, прогаете бандитов. Работает чудесно. На практике проверено, что бандиты работают лучше, чем рандом, лучше, чем возвешенный рандом, лучше, чем вот та эпсилон-гриди схема, о которой я вам рассказал. Типа классическая эпсилон-гриди схема или жадная схема. Это в том, что в случае эпсилон вы выбираете рандомного кандидата, а в случае единицы минус эпсилон вы выбираете того, у которого наибольшая выборочная средь. Практика показывает, что Томпсон с Эблер-бандиты работают лучше рандома, взвешенного рандома и эпсилон-гриди схем. А если хотите почитать, вот книжка про метрики, вот статья на Хабре про бандитов. Ваши вопросы. С СССР и СССР сравнивать? Что? А если сравнивать бандитов с СССР? Обычно СССР работает лучше. Ну, это персонализация, тут нет персонализации. Но для того, чтобы СССР завелся, вам нужно много данных и некая определенная плотность и определенное количество вообще контента. Опять же, на старте нового продукта или в случае, когда какая-либо персонализация, или в случае, когда у вас контент очень быстро появляется и быстро исчезает, схема с СССР может не всегда работать. Опять же, персонализации здесь нету в принципе. Трендовость против золотой классики вы можете регулировать параметром альфа в вашем экспоненциально взвешенном среднем. А никто не пробовал кластеризировать как-то пользователей и на кластере запускать бандитов? Да, можно. Ну, как бы есть разные схемы, то есть, ну, это такая базовая история, вокруг которой можно танцевать. Например, очень популярной схемой являются иерархические бандиты. То есть, грубо говоря, вы можете считать ваши альфа и бета не для всех пользователей, а разбивая их по каким-то критериям. Можно брать кластера, можно брать, например, полвозраст географии. Да, там типа... В итоге вы берете и используете счетчики фидбэков не просто у всех людей по больнице, но у мальчиков из Москвы вашего возраста, или там из Санкт-Петербурга, или у девочек, как вы себя ассоциируете в социальной сети. Вот. Работает лучше, чем просто бандиты. Ну, потому что очевидно, что разный контент популярен у разных социально-демографических страт. При этом, в случае, если... Ну, и при тем, получается, что вы задаете некую важность, что у нас сначала мальчики-девочки, потом возрастные группы, потом география. Вот. И в случае, если в листе вашего дерева недостаточно данных, как вы считаете, альфа и бета не супербольшие, вы можете делать прогноз, исходя из показателей более верхнего узла. То есть, это видео видели там, типа, ровно три девочки десятилетнего возраста из Тюмени. Вы берете и спрашиваете, а сколько просто девочек из Тюмени это видео. И делаете прогноз, исходя из девочек из Тюмени. Есть такая схема? Тоже норма работает? А типа, персональные, а альфа и бета, ну, мало данных, а слишком для них? Ну, как бы, да. Странно тысячу раз показывать пользователю один и тот же баннер, чтобы собрать персональный альфа и бета, чтобы потом еще раз показать ему этот баннер. Ну, то есть, опять же, хотите персонализации, берете дату, делаете там классическое, неклассическое embedding. Не хотите персонализации? Томпсон Сэмплер ждет вас. Вот. Ну, это еще один способ построить какую-то систему. На самом деле. Вот. Хорошо. Если у вас нет вопросов, я предлагаю Сергею вступать в бой. В общем, если делить эти две лекции на части, то я расскажу, как это все зарождалось и то, что на практике не работает. Женя расскажет в то, что это выродилось и что действительно приносит какие-то плюсы относительно даже простой какой-нибудь матричной факторизации BPR и LARP. Вот. Ну, наверное, стоит начать с того, какой у нас вообще есть pipeline рекомендаций базовый. Это мы где-то собираем данные, мы их готовим. Дальше у нас есть какая-то часть с обучением. И вот эта часть с обучением, она делится на два больших блока. Это научиться рекомендовать, искать из всего большого множества кандидатов, из миллионов кандидатов, несколько сотен, тысяч самых релевантных для того, чтобы уже их грамотно отранжировать. Ну и, соответственно, вторая часть. Мы обучаемся хорошо ранжировать наших кандидатов для того, чтобы самые топовые были всегда сверху списка. Вот. Для этого мы обсуждали два базовых подхода. Это кандидатов мы генерируем с помощью матричной факторизации, BPR, VARP, LS или SUD. А с помощью деревьев пытаемся это все отранжировать. Женя читал вам про это лекцию. Ну, казалось бы, почему нельзя эти два подхода объединить в один? И, соответственно, один из инструментов, который позволяет нам это все менеджить в машинном обучении, строить какие-то такие сложные архитектуры, это диплёрнинг, наши нейронные сети. Тем более, что багаж и количество архитектур слоев, теории в целом уже достаточно много. Давайте начнем применять это в рекомендациях. Если говорить про то, как внедряется диплёрнинг в рекомендации сейчас, то в целом, мне кажется, Женя вам уже говорил даже эту фразу, можно это оценить фразой, взгляни на NLP три года назад. И вот сейчас рекомендации с помощью нейронных сетей примерно на этом уровне. То есть сейчас последний писк моды это attention и все, что с ним связано. Но я думаю, что скоро появится пара статей про то, что можно рекомендовать с помощью трансформов и подобных архитектур. О чем мы сегодня поговорим в целом? О том, как вообще можно юзать, какие архитектуры можно использовать для того, чтобы рекомендовать. Ну, конечно же, поговорим про мультилавер перцептроны, что, соответственно, можно преобразовывать наши входные фичи, добавлять нелинейности, обучать это все и функции активации, и, соответственно, обучать модель стандартной. И здесь все максимально просто. Помимо этого, мы с вами говорили, что одна из особенностей, которую мы хотим использовать в дальнейшем, это получение каких-то эмбеддингов, получение какого-то латентного пространства, в котором мы можем определить юзера, можем определить айтема, и с ними как-то работать. Это пространство будет иметь какие-то ограничения. Вот. И здесь сразу на вход приходит стандартная архитектура, это автоэнкодеры. Скажите, пожалуйста, вот здесь хочется понять, вы вообще насколько погружались в вот в диплёрнинг? То есть все базовые архитектуры вам абсолютно знакомы, CNN, KSTM, вот это всё вы уже знаете. Это да. Ну, отлично, тогда не будем здесь останавливаться, просто пробежимся по каким-то базовым моментам. Ну и, соответственно, давайте применим как-то автоэнкодеры к этому делу, их научились применять, они плохо работают, но статьи об этом написаны. Соответственно, свёрточные сети применяются здесь по похожему принципу, как и в текстовых задачах, то есть это выделение каких-то паттернов и на этих паттернах обучение. Ну, соответственно, здесь тоже должно вам быть знакомо, что основная особенность именно свёрточных сетей, почему они идеально подходят под картинки, это то, что они способны выделять в своих свёртках содержать некоторые паттерны, на которых они обучаются и эти образы запоминают. Ну, то же самое и здесь, что если пользователь взаимодействовал с такими-то, такими-то объектами в таком-то порядке, значит, это есть паттерн, и мы можем предсказать следующее взаимодействие. LSTM-ки здесь то же самое, то есть так, мне сейчас мешает, сейчас, секунду. LSTM-ки, RNN-ки, вообще рекуррентные сети в целом, они здесь взаимодействуют такое же, как и в тексте, что у нас пользователь представляется как последовательность айтемов, с которыми он взаимодействовал, и, соответственно, мы хотим предсказать следующий элемент последовательности или следующий топ-к элементов последовательности, для которых мы сможем что-то предсказать. Ну, ресторг больше машин это скорее так, просто добавили к тому, чтобы добить колонку, потому что, ну, первые статьи, когда рекомендации с помощью дип-пернинга, они были с помощью ресрифер-больсман машины. А что это? Можно вкратце об этом? Я просто не знаю. Это то, что раньше юзали до MLP, это два, ну, в дип-лернинге два базовых подхода было изначально про то, как можно вообще работать, в принципе, вот если рассуждать о машинном обучении с точки зрения того, чтобы найти зависимость данных, построить какую-то гиперплоскость, вот гиперплоскость строили как бы изучение теории, оно происходило с двух сторон. Это Restricted Boltsman Machin, это подход с, я сейчас имею в виду, именно для обработки текстов, для обработки последовательностей. и это такая архитектура, которая позволяет вам, насколько я помню сейчас, именно обрабатывать тексты в каком-то базовом виде, о том, что у нас последовательности там идут друг за другом, там какие-то базовые ограничения наложены, но если кто-то есть, кто больше знаком, то можете вникнуть. архитектура NATE это сеточка, которая сейчас я вспомню, это NERAL After Restricted Distribution Estimator, по-моему, в общем, это штука, которая в каком-то году, по-моему, в году 14-м решили, что с помощью сеточек можно достаточно точно восстанавливать всевозможные распределения, и есть ряд нейронных сетей, которые позволяют именно заточить на то, чтобы грамотно восстановить распределение, можно восстанавливать распределение по тому, как пользователи отреагируют на те или иные айтемы, соответственно, придумали всевозможные способы, как это можно сделать. Attention, сетки с Attention, Женя о них расскажет подробно, ну, здесь тоже максимально идея понятна, что в отличие от той же LSTM-ки надо понимать, что в последовательности какие-то айтемы должны вносить куда большую ценность в итоговый скор, нежели просто их само наличие. сеточки там всевозможные ГАНы, то есть с помощью ГАНов давайте будем генерировать списки и, соответственно, выдавать их пользователю, пользователи их оцениваем, и мы так обучаем ГАН, тоже это все статейный уровень пошел. Deep я вам рассказывал про бандитов, это считается как такой базовый реенфорсмент лернинг, в целом обучение с подкреплением в рекомендациях это такая тема, которая еще пока мало где зашла, но звучит она хорошо. Она говорит о том, что на самом деле рекомендации это не проблема того, что мы должны предсказать итоговый таргет, там, ну, единичку лайка, там, или еще что-то, а более сложная функция, которая мы должны, мы ее сами не знаем, но мы должны ее уметь как-то на графиках отслеживать, регулировать, и для каждого пользователя отдельно подстраивать свои рекомендации грубо говоря, и reinforcement learning базовая концепция о том, что у нас есть какой-то агент, который нам рекомендует, и мы этого агента, агент обучается на пользовательском фидбэке, рекомендовать с каждым разом вам все лучше и лучше контент, и тем самым он обучается, во-первых, персонально под вас, во-вторых, он способен учитывать куда более сложные зависимости, чем просто восстановление там зависимости между CTR лайков к итоговому лайку. Соответственно, звучит хорошо, на практике еще пока стоит, наверное, годик подождать, как минимум, возможно, это когда-то и зайдет. Ну и, соответственно, все возможные вариации гибридных моделей. Мы сегодня будем говорить про самые какие-то банальные простые вещи. Это, во-первых, вспомним про матричную факторизацию, ну и, казалось бы, что матричную факторизацию очень просто представить в виде нейронной сети, соответственно, у нас просто есть граф, где у нас есть эмбэддинги, они перемножаются, и мы с помощью какого-нибудь фреймворка для обучения начинаем тренировать наши эмбэддинги, изменять их, и, соответственно, получаем то же самое. Здесь все максимально просто, логично, понятно, что у нас просто есть эмбэддинги, мы делаем дот-продукт между ними и обучаем. Но, помимо этого, можно пойти дальше, зайти немножко с другой стороны. Давайте мы будем представлять, что мы хотим обучить вот эту коллаборацию связь двух эмбэддингов не просто через дот-продукт, а сделаем функцию чуть сложнее. И вот базовый подход на нейрон фильтеринг предлагает следующее. Давайте сложим эти вектора, просто конкатинируем, условно, у нас были два вектора размерности 50, сделаем их, сложим вместе, будет один большой вектор размерности 100, прогоним через мультивер процептрон, обучим, соответственно, обучим вектора и обучим это на какой-то конечный таркет, тот же лайк, соответственно, и за счет этого заживем. Ну, естественно, не зажили, этот подход работает хуже, чем простая матричная факторизация чаще всего, и поэтому его начали еще добивать, усовершенствовать и принимать его еще расширять, и вот полностью модель нейвор фильтринга выглядит следующим образом. У нас имеются какие-то вектора юзера, какие-то вектора айтема представим, что сеточка делится теперь на две части. С одной стороны, мы обучаем с помощью конкатенации векторов, то есть берем базовый подход на фильтринг, который был на предыдущем слайде, а с другой стороны, мы делаем general matrix факторизацию, то есть делаем простую матричную факторизацию, которая была два слайда назад, и после этого пытаемся из этого всего получить уже какой-то опять же мы делаем один большой композитный вектор и прогоняем через MLP, обучаем, пытаемся лосс. В качестве лосса в данном случае, когда мы предсказываем какой-нибудь ответ, фидбэк, лайк, не лайк или нечто подобное бинарное, соответственно, бинарная кросс-эндропия, если предсказываем более сложный фидбэк, то категориальная кросс-эндропия. Идем дальше. дальше идет уже расширение этого подхода. Давайте представим, что, во-первых, у нас имеется не только два базовых вектора, это юзера, айтемы, а еще у нас есть какая-то дополнительная категориальная информация. Вот здесь важно, что здесь в изначальной статье DeepFM, Deep категориальные фичи. Представим это, ну, разберем на примере какого-нибудь фильма. У фильма есть, допустим, жанр, есть какие-то режиссеры, есть актеры, которые играют в этом фильме. и DeepFactRization Machine подразумевает, что мы берем тот же самый подход, что был ранее, но добавляем в него еще сущности и делаем все то же самое, но помимо того, что мы получается, что мы сделаем разложение не только юзер-айтом, мы сделаем разложение юзер в жанр, юзер в актера, юзер в режиссера, фильм в жанр, фильм в актера, и так далее. То есть мы попарно сделаем матричное разложение, оттуда возьмем какую-то информацию, мы будем утверждать, что нейронная сеточка должна эту информацию выучить, какие-то взаимодействия, и будем надеяться, что эта штука обучится. Еще одна отличительная особенность от базового нейрокармата бутерфильтеринга НСФ модели это в том, что в данном подходе у нас вот если предыдущий слайд вернуть, здесь у нас мы сигмоида, которая стоит вверху, она стоит уже над вектором, над итоговым лэером, которым мы сконкатинировали. А в DeepFM отличие основное в том, что мы на выходе из каждой модели получили какую-то чиселку или небольшой вектор, и дальше его складываем просто эти чиселки или вектора, и получается просто делаем сигмоиду. Ну, или в случае, если складываем вектора SoftMax. Соответственно, идем дальше. Ну, здесь вот на слайде представлены, я не знаю, кто-нибудь с Keras'ом работал? Когда-нибудь? Немного. Ну, в Keras'е есть возможность рисовать вот такие вот графики. Они должны быть приятны, когда мало слайдов, но когда слайдов становится много, то они становятся вот такими вот разросшимися. Но, если базово здесь смотреть, у нас есть три типа, жанр, юзер, мувик, мувик и все, о чем я говорил, вот их всевозможные попарные взаимодействия, они здесь пересекаются, соответственно, и в конце у нас получается такая сборная архитектура, после которой мы пытаемся предсказывать конечный таргет. Эта модель, она уже подразумевалась как какое-то превосходство, то есть, когда выходила статья с DeepFM, она сравнивалась с базовыми моделями матричной футболизации и показывала себя лучше, чем они, но на практике она не прижилась из-за того, что ее качество на реальных проектах было всегда хуже. Но просто полезно знать, что были разные подходы. после этого вот пошла же моделька, которую применил Google в PlayMarketing, насколько я помню. Ее особенность была в том, что до этого мы не могли использовать архитектурно добавлять какие-то фичи не категориальные, то есть, у нас в NCF вообще не было никаких фичей, кроме стандартных UserIDMoveID, которые превращались в Embedding, в Deep Pactorization Machine мы не использовали какие-то фичи, то есть, допустим, в сетях какого-то объекта, цвет объекта, не знаю, возраст пользователя, пол пользователя и так далее. Соответственно, в Google придумали соединить два подхода, то есть, у нас они говорят, что есть white модель, это white models, это по сути матричная факторизация, что у нас имеется какая-то моделька, которая мы передаем ID-шки и нет, нет, не так, не так сказал. У нас есть какая-то white модель, которая просто получает какие-то фичи и действует по типу регрессора, предсказывает по фичам конечный ответ. А есть какая-то deep модель, deep структура, в которой мы строим эмбеддинги, их эти эмбеддинги связываем между собой и подаем на вход мультиуэр процентрону, соответственно, и обучаем. Ну, они решили предложить, что у нас есть, по сути, если говорить кратко, у нас есть deepfm справа, где мы обучаем вектора, делаем матричную факторизацию и так далее, и так далее, и сбоку подмешиваем какие-то уже продуктовые фичи, CTR всевозможные, фичи юзера и так далее, и так далее, и на этом они в гугле ранжировали в плеймаркете приложение. Ну, вроде у них получалось в статье и, по-моему, у меня, когда пользовался плеймаркетингом, тоже не было никаких с этим проблем. Вроде как, это работало, вот, и первый действительно, действительно успешный кейс продакшен это как раз-таки white and deep модели. Далее у нас идет кусок про deep structural semantic model. Скажите, знакомы вообще с такой архитектурой? Не особо. А про поиск вообще слышали что-нибудь до этого? Кто-нибудь читал вам про то, как устроен поиск, какие модельки были в поисковых системах? Нет. Смотрите, вообще deep structural semantic model это модель, пришедшая в рекомендации из поисковой задачи. Какая есть базовая задача в любом поиске, это есть запрос, есть ответ, множество ответов на этот запрос, и нужно сказать, насколько тот или иной ответ из всего множества ответов релевантен запросу. Соответственно, самый релевантный подкинуть наверх, самый нерелевантный вниз. Казалось бы, это очень похоже на если заменить запрос на юзера, ответ на просто некоторый item, то мы получим архитектуру или постановку, мы получим постановку задачи, которая максимально будет схожа с рекомендациями. То есть нам нужно ответить, насколько тот или иной юзер релевантен к тому или иному item. То есть найти пару самых релевантных юзеров и item и поставить их повыше. Соответственно, здесь базово что представляет из себя эта сеточка? Это двухбашенная архитектура, то есть есть башня юзера, башня item мы как-то их предобрабатываем с помощью там ну соответственно базово можно представить даже просто два embedding юзера и embedding item два мультилайр перцептрона и дальше функция similarity и мы эту функцию с помощью кросс-эндропии просто обучаем. Вот. Ну здесь показан такой максимально простой простой архитектура две башни user model item model и поверх них просто косинус как одна из возможных мер схожести между двух векторов вообще всегда в машинном обучении которое связано именно с рекомендациями я не знаю почему но косинус это прям one love самый лучший результат всегда получается с косинусом. Отмечу что по двум причинам считать быстро и approximate наверное проход все очень хороший ну как базово да но даже если не рассматривать вещи что легче считать и быстрее искать то все равно даже результаты лучше получаются в косинусе вот поэтому соответственно подход он неплохо прижился и многие рекомендательные модели до сих пор в продакшене работают на нем я насколько знаю даже Женя может немножко здесь поведать про свой опыт завода DSSM модельки Жень тут на следующей лекции что-нибудь порассказывает Жень на следующей лекции порассказывает но насколько я помню что Женя вникал прям в DSSM обучал даже BPR DSSM поверх DSSM обучал BPR и в целом сможем здесь рассказать некоторые интересные нюансы но особенность DSSM еще базовая о том что в реальной жизни в реальном проекте у вас есть какое-то множество объектов которые вы хотите рекомендовать допустим возьмем базовую социальную сеть вы хотите рекомендовать друзей для какого-то конкретного юзера вы хотите рекомендовать посты для какого-то конкретного юзера вы хотите для того же юзера порекомендовать какие-то видеоролики видеоклипы и так далее базово встает вопрос а зачем мне в конечной задаче обучать отдельно вектор юзера, если я могу для всего портала, для всех своих сервисов обучить один какой-то качественный вектор для юзера и благодаря этому, соответственно, посчитать меру схожести между попарными, ну, соответственно, для конкретного типа объекта пройтись по всем, посчитать меру схожести и выбрать самый топовый контент по каждому типу. Вот, и, соответственно, DSSM отлично на это ложится, что у нас есть отдельные башенки, которые мы, башню юзера мы всегда переиспользуем, и можно сказать, что обучаем там N, ну, если на слайд смотреть, N-1 модельку DSSM, в которой у нас каждая будет отвечать за взаимодействие пользователя с каким-то типом контента, но у них будет единственная общая часть, это именно башня пользователя с его эмбэдингом. В этом случае у ваших новых сервисов всегда будет точка старта, казалось бы, вы всегда сможете задействовать, ну, для того, вам для того, чтобы добавить новый тип контента, придется делать меньше телодвижений, то есть просто добавляете еще одну башенку с фиксированным, ну, на старте с фиксированным, а потом уже, ну, для того, чтобы добавить новый тип контента, методология обучения будет следующая. На старте вы фиксируете башню юзера, обучаете башню айтема какого-то меняемого размера, а потом уже обучаете всю, на большом-большом татасете всю эту сеточку целиком. Вот. Как думаете, какие здесь подводные камни? Так, сходу концептуальные камни, я бы сказал. Нет идей или… Ну, окей. Концептуально здесь следующие проблемы. Первое, что для того, чтобы дообучить потом всю эту сеточку грамотно для всех типов контента, вам требуется огромнейший датасет, который как минимум сложно вычислительно обрабатывать. Ну, и второй практический момент – это то, что обобщение задачи в рекомендательных системах чаще всего хуже, чем конкретное решение под одну конкретную задачу. То есть у вас модельки отдельно для видео, отдельно для друзей, отдельно для другого типа контента, они будут чаще всего лучше, персонализирование, качественнее, нежели какая-то одна общая модель, и поэтому вот Multiview DSSM, она не прижилась как тип. Вот. Идем дальше. Ну, соответственно, здесь также мы с помощью кросс-энтропии это все обучаем. Идем дальше. Немножечко про автоэнкодеры. Соответственно, как применить автоэнкодер базово, самый простой способ, про который мы сегодня поговорим, это давайте у нас имеется матричка user-item, давайте мы возьмем строку из этой матрички, строку юзера или строку item и попробуем ее восстановить. Соответственно, самая простая и наивная идея, самая простая реализация, и мы получаем эмбэддинг. Мы получаем эмбэддинг, если мы брали строку юзера, то эмбэддинг юзера, юзерского представления, если столбец item, значит эмбэддинг айтема, и получаем, ну, и этот эмбэддинг мы всегда сможем к нему приводить, мы сможем искать симилары, мы не сможем делать на основе него качественные рекомендации, то есть рекомендации будут иметь просто вид, что вектор юзера это усредненный вектор по его айтемам, и, соответственно, мы будем рекомендовать просто самые ближайшие соседи к данному, к взаимодействию пользователя, что не всегда корректно. После, ну, самый наивный подход сразу же был отвергнут, соответственно, дальше в него пытались использовать разные типы автоэнкодеров, деноизинг автоэнкодеры, всевозможные там сверлочные автоэнкодеры и так далее, добавляли в него байесы, добавляли фичи юзера, но тема автоэнкодеров в рекомендательных системах умирала примерно в 2016 году, о ней больше никто особо и не вспоминал. следующая интересная архитектура, которую мы сейчас, допустим, тестируем ее, и лично я возлагаю на нее большие надежды, это графовые сверточные сети. Вы когда-нибудь сталкивались с такими? Слышали что-нибудь? Нет. Особенность графовых сверточных сетей состоит в том, что они пытаются восстановить связи в каком-либо исходном графе, предсказать вероятность появления той или иной связи. Соответственно, если у нас есть базово какие-то взаимодействия юзера и айтема, то это можно представить в некотором виде порядкового графа, где мы берем одного юзера, строим к нему от него взаимодействие с айтемами, с которыми он взаимодействовал. На втором уровне мы берем уже эти айтемы и к этим айтемам строим юзеров, с которыми он взаимодействовал. А на третьем уровне повторяем то же самое, что представляем, что эти юзера, которые взаимодействовали с этими же айтемами, взаимодействовали и с другими айтемами, и пытаемся предсказать. Базовая идея такая, что если пользователь взаимодействовал с айтемами, другие юзера производят с этими айтемами, то вероятность связи с айтемами, с которыми производительства и вот эти два юзера юзер 2 и юзер 3 для юзера 1 будут сильно выше нежели вероятность прямой связи с айтемами с которыми юзер 2 и юзер 3 непро взаимодействуют вот здесь есть базовая архитектура такой сети будет выглядеть следующим образом как это отразить в виде архитектуры у нас есть какой-то базовый эмбеддинг юзера эмбеддинг айтема и для каждого из этих эмбеддингов мы строим вот эту вот high order presentation то есть представление с помощью вот этих трех слоев которые у нас были указаны то есть первый слой это то что сразу провзаимодействовали с другим типом контента второй слой эти те же юзера которые взаимодействовали с этими же айтемами и ну третий слой уже соответственно те юзера которые произошло если третий слой будут это а этом и с которыми разумодействовал юзер на ну мы построили этих три слоя и в этих трех слоях основная разница будет в том, что каждый последующий слой получается из предыдущего, но каждый из этих слой будет выплевывать свой эмбеддинг базовый, который мы будем учитывать при построении скоро. Что получается в качестве loss-функции? Здесь берется чаще всего pairwise-функция для того, чтобы мы какой-то позитивный айтем оценили сильно выше негативных. Вот. Соответственно, что получается на входе, почему этот подход кажется нам перспективным? Базово это отличие от той же матричной факторизации заключается в том, что симилары в этом подходе будут куда более, получаются куда более лучше, нежели в простой матричной факторизации, потому что у нас есть такое понятие, как порядок следования друг за другом. соответственно, здесь хочется увидеть, что в случае, если пользователь посмотрел сериал сезон 1, серия 2, то максимальный симилар в этом подходе за счет графовой структуры, за счет того, что у нас есть какая-то мнимая последовательность взаимодействий, самый ближайший симилар должен быть сериал, тот же самый сезон и следующая серия. В простом матричной факторизации, когда вы строили ее, допустим, в своем домашнем задании, вы могли заметить, что в простой матричной факторизации симилары, даже если вы брали, находили там, допустим, Звездные войны и пытались для них посчитать какой-то симилар, то вы бы увидели, что абсолютно нет последовательности по тому, что идет за кем или что перед кем, то есть в рандомном порядке считались эти симилары. Соответственно, идем дальше. Как используется у нас в рекомендательных системах CNN и LSTM? Здесь, наверное, стоит базово сказать, что напрямую это каких-то архитектур, которые позволяют вам получить хорошие рекомендации с помощью CNN нету, с помощью LSTM есть такие сложные архитектуры, которые все пришли из НЛП, которые, к сожалению, не получается адаптировать под рекомендации в виде того, чтобы это потом еще и качественно аутперформула какие-то известные алгоритмы тоже факторизации. Поэтому чаще всего CNN и LSTM используются в качестве фичи экстракшена, то есть мы просто учимся получать какие-то фичи из объектов, которые у нас используются. Ну, самый простой способ, если мы делаем какую-то рекомендательную систему для, допустим, YouTube роликов или делаем рекомендательную систему как в Pinterest или в Instagram, то логично, что некоторые фичи об айтеме мы можем заэкстрактить с помощью сверточной сети из изображения и дальше прокидывать их в какой-то регрессор или рекомендательную модель. Соответственно, также с помощью CNN или LSTM мы можем предобрабатывать текст и прокидывать это в рекомендательные модели. Так делает Instagram. То есть, я не знаю, если есть какие-то активные пользователи Instagram, вы могли заметить, что если вы почитали какой-то текст, залипли, поставили лайк, то есть, нашли какого-то блогера, который именно написал какой-нибудь лонгрид про что-то, то в рекомендациях вы могли на следующий день заметить крайне похожие по смыслу изображения, то есть с лонгридами. То есть, точно известно, что Instagram использует в своих регрессорах разложение по тексту. Ну, оно и понятно, все-таки это давно перестало быть просто соцсеточкой с картинками. Идем дальше. Соответственно, видео и аудио, фич экстракшены, здесь тот же самый подход. Допустим, в видео мы используем автотегирование. Когда к нам попадает какой-то видеоклип, мы сразу же смотрим с помощью некоторых... есть сеточки, которые отдельно смотрят на то, что есть какой-то запрещенный контент в видео, а отдельная сеточка есть автотегер, который мы завязали год назад, она сразу говорит, что в этом видео происходит. Получается, для чего это требуется? Для того, чтобы мы смогли данное видео таргетировать. Ну, допустим, если это видео с животными, мы способны сразу же старгетировать это видео на любителей животных, собрать с них фидбэка и посмотреть, как это видео может потенциально зайти, посчитать там его CTR по этой категории и так далее, и так далее. В общем, это дополнительная информация видео или аудио, которая позволит нам в явном или неявном виде использовать это в рекомендательной системе. Например, аудио фичи экстракшен используется в Яндекс.Музыке. Они ищут похожие треки не только по коллаборативным фичам, то есть то, что слушали люди, которые похожи на вас в ваших предпочтениях. Они ищут симмеры еще и с помощью аудиодорожки, то есть если музыкально трек этот похож, то они его вам также могут подкинуть. Но помимо этого у них есть еще одно очень интересный кейс, в котором они смогли завязать аудио фичи, это с помощью аудио фичей предсказывать коллаборативный эмбэддинг. Условно, для чего это надо? Вы уже должны были познакомиться с проблемой холл-старта, о том, что когда у нас на сервисе появляется новый пользователь или новый айтем, мы не можем понять, кого ему рекомендовать. Соответственно, в Яндекс.Музыке, к этому подошли максимально интересно, они завязали сеточку, которая предсказывает из аудио фичей коллаборативный эмбэддинг. За счет этого, когда трек только появился, его уже можно добавлять в ротацию к юзерам и быть уверенными, что это трек, который точно не сильно испортит их впечатление в целом о сервисе. И вот я лично пользуюсь Яндекс.Музыкой, наверное, уже года четыре и вижу, как постепенно-постепенно их рекомендательная система улучшается. Поэтому в целом, наверное, это заходит. Ну и, соответственно, даже если у нас нету какой-то в явном виде какой-то информации про айтемы, то можно извлекать какие-то паттерны взаимодействия, искать объекты, которые часто идут рядом с помощью сверточных сетей и с помощью, вот, грубо говоря, из потока выделять, что пользователь посмотрел два или три объекта из серии, соответственно, допустим, сериала, то рекомендовать им постоянно какие-то следующие серии, выделять паттерны взаимодействия, что если какие-то два айтема смотрят рядом, то чаще всего смотрят и третий айтем. Вот. Соответственно, в целом базово про какие-то диплёрнинг истории, которые вот основные я сегодня рассказал, чуть более интересно и подробно Женя расскажет на следующей лекции, вот, про один из наших последних экспериментов с Атеншином, который показал просто нереально хорошие результаты и который действительно работает на практике. А сейчас у нас есть ещё время для того, чтобы обсудить домашние задания, если есть какие-то вопросы, и немножечко рассказать вам про про семинары. Жень, ты тут? Да, да, я тут. Собственно, да, на следующем занятии у нас заканчивается лекционная часть нашего курса, и поэтому следующую неделю я прочитаю лекцию, а дальше вы будете там рассказывать. Вот. Конкретнее мы предполагаем некоторое количество семинарских занятий. Что такое семинарские занятия? Мы с Серёгой прошерстим последние интересные конференции, Рексис, КДД, вот всё, что там интересно укупиковалось. Выберем некоторое количество статей. Вот. В чём будет ваша задача? Задача номер раз – прочитать статью и понять её. Задача номер два – мы постараемся найти статьи с кодом и с данными, на которых это всё производилось, и, как вы понимаете, ровно как и всё остальное машинное обучение достаточно сильно страдает от кризиса воспроизводимости научных результатов, поэтому во многом вы принесёте хорошее, как сказать, нечто хорошее в этот мир тем, что воспроизведёте результаты работы этих статей и проверите, насколько, собственно, то, что эти чудесные ребята, которые читают эти чудесные, которые пишут эти чудесные статьи, как-то вообще с реальностью взаимодействуют. Вот. Ну, то есть, насколько их результаты бьются. Следующий поинт вашего исследования в том, что это уже пункт со звёздочкой, в том, чтобы вы посмотрели, а что там, в принципе, ну, и следующий пункт после проверки результатов, следующий, прообязательный пункт взять какой-нибудь похожий датасет похожего домена и проверить, насколько эти результаты переносятся на другой датасет. То есть, чаще всего, очень часто ребята в статьях специально подбирают какой-нибудь датасетец, который якобы хороший, и вот их офигенная нейросетка, или там их офигенная тензорная факторизация на этом датасете рвёт всех, а когда ты начинаешь прикладывать это к продакшену, ну, там нужно подорожник, желательно много. Ну, то есть, результаты не трансферятся, да, то есть, это какая-то конкретная модель под конкретный датасет. Ну, и дальше пункт со звёздочкой. Если у кого-то из вас хватит сил, было бы круто, если бы вы смогли ещё как-нибудь покрутить, посмотреть, что можно было бы добавить или улучшить к этой модельке. Вот, такой небольшой ресёрч. Этот ресёрч будет проводиться группами по 3-4 человека. Вот. Оцениваться будет работа команды. Ну, и, соответственно, понятно, да, если у вас 3 человека, то мы предполагаем, что вы там сделаете 3х. Если у вас 4 человека, чтобы сделать 4х, да, от размера команды зависит. Мы ещё чуть-чуть подумаем, мы более формально в чат вам напишем все эти условия и требования, список статей. Вот, вы разобьётесь на команды, выберите себе статьи командой, и дальше сможете проводить, собственно, вот эту интересную работу, и в качестве результата будет, было бы очень круто увидеть доклад от команды на 15 минут примерно, на то, что вы делали, чего добились, чего интересного пока получилось. Ну, и по традиции там, типа, гитхаб, код, презентация, вот это вот всё под опенсорсить. Если, наверное, Жень, ещё надо стоит обсудить, есть ли какое-то у вас разделение в группах по тому, насколько сильный и проект вы потянете, скажем так? Да, сейчас уже по факту нету. Ну, то есть, вас не убьёт, если вам дадут на 2-3 недели реализовать какую-нибудь статью, с которой, скорее всего, есть код, но вам всё равно придётся немножко пресёрчить, там, втроём, вчетвером. То есть, типа, вопрос базово такой, искать чуть более лёгкие статьи или любые, но которые вы сможете обучить в смысле вычисительных ресурсов? Ну, если вы серверах дадите, то будет вообще замечательно. Ну, в прошлом году всем ребятам хватало Google Коллаба. Я не знаю, вы знакомы с таким сервисом? Первый раз, лучше, честно говоря. Честно говоря, нет. Ну, Google Коллаб – это, по сути, ноутбуки на серверах Google, где они вам дают на некоторое время попользоваться своими GPU бесплатно, вот, и на которых можно достаточно удобно обучать модельки. У них есть некоторый ряд ограничений на то, сколько часов может выполняться ваша задача, но если подойти, ну, это можно обойти за счёт того, чтобы раз в N часов сохранять в стейт модели и потом каждые 12 часов перезапускать её заново. Вот, соответственно, у вас там будут ресурсы именно для того, чтобы это всё обучать. Базово на… в прошлом году этого всем хватало. Вот, короче, если что, покопаться в нейронках и датасетах вы готовы, да? Или что попроще вам дать? А сколько у нас будет семинаров? Это будет один большой семинар. Один большой. Ну, смотри, по факту это примерно… мы посмотрим, мы ещё поиграем все с числами, сколько студентов, сколько команд получается, ну, и умножить количество команд на 15 минут, делить на полтора часа – это количество пар, которые у нас всё это дело займёт. Не, ну, просто если бы у нас было там два семинара, например, и каждая команда делала бы по два проекта, то можно было бы один просто… Это одна статья, один проект, одна команда, просто в прошлый раз, когда мы читали лекции по полтора часа, у нас было, типа, две пары за две недели, ну, типа, там, десять команд, шесть команд в одну лекцию, в одну пару, шесть в другую. Вот. Ну, в этом плане два семинара. Ну, как вообще… А можешь предоставить выбор, то есть дать стэк простых и дать стэк, ну, поинтереснее. Слушай, да мы сам вопросу дадим стэк статье, вы уже сами транжируете. Делают из семинаров. Что-что? Ну, да, как бы, каждая команда, то есть, находите любые, а, как бы, там мы выберем. Находите просто по-моему. В принципе, если хочется, можете даже сами посмотреть КДД, Рексис и так далее. Мы обычно не то, чтобы супер какую-то интеллектуальную деятельность проводим, но лично я обычно гуглю на медиуме обзоры КДД и Рексисов прошлых лет, беру самые интересные статейки, смотрю, что они плюс-минус адекватные, что там не Амеба Нетворк обучается, и не Альфаго, и что есть какие-то прикольные результаты, ну, и как бы, паблишер. Да, вообще, наверное, если вы сами предложите статью, ну, мы должны ее с Женей опробовать в каком-то виде, но если вы ее предложите, это даже будет плюсом, то есть, и вам будет гораздо интереснее в этом разбираться, ну, и мы увидим, что у вас есть какая-то инициатива, это всегда. Ну, требования базовые к статье, помимо того, что она не должна быть суперпростой, она не должна быть, типа, слишком старой, ну, давайте в три года, да, семнадцатом, конец семнадцатого, это вот самое старое, что можно брать. Восемнадцати, девятнадцати, двадцатый, по факту. В двадцать первом еще больше конференций особо не было. Ну, и она, конечно же, должна касаться Алексиса, или если она не напрямую про Алексис, то хотя бы у вас должно быть обоснование, почему это можно прикрутить к Алексису. Ну, то есть, там, грубо говоря, использование YouTube 9M и интеграция их, ранжирование видео, это нормально, хотя эта статья фактически про видосики. По ДЗ еще будут какие-то вопросы? Ну, если нет, я думаю, Жень, тогда мы можем заканчивать, да? Да, в чатик мы где-нибудь на выходные напишем правила семинаров, и, может, там за выходные еще на недельке накидаем список статей. А домашки еще какие-то будут? Наверное, Жень, скажем так, что, в общем, поскольку до этого мы читали курсы в четыре месяца, а теперь мы его по организационным причинам сжали в два, это несколько нарушает наши планы, поэтому вместо трех домашних заданий будет еще максимум плюс одно. Ну и по сложности оно будет сильно проще, чем те, что мы задумывали. Конечно, в два месяца это тяжеловато читать. Вообще, откуда эти два месяца взялись? Нам нужно успеть прочитать курс три раза за академический 2020-2021 год. Это спор с кем-то такой? Ну, свои причины, потом расскажем. Базово, да, это такое ограничение, на которое мы не способны повлиять. Ну, в общем, да. Ну и получается, что у нас еще есть курсец у ребят с FKN, по-моему, которые мы как раз в Сокреле. Ну, то же самое. Кстати, понятное дело, что мы в конце всего этого добра попросим вас оставить фидбэк, что-нибудь по результатам поправим. Ну, и из-за этого у нас с вами постоянно двигаются дедлайны, соответственно, по причине того, что раньше дедлайны были рассчитаны на четыре месяца, теперь их приходится двигать на два. Понятное дело, что многие ребята не успевают. В общем, новая реальность, к которой нам еще предстоит немножко приспособиться. В принципе, я думаю, все тогда.